На самом деле Павел Сергеевич никуда не отходил от ворот. Затаив дыхание, он слушал, что происходило за забором. Лишь когда до его слуха донесся звук отъезжающих машин, из горла старика вырвался вздох облегчения. Однако его лицо продолжило оставаться напряженным. Хлопот прибавился. Он подозревал, что родители этих малолеток рано или поздно выйдут на него, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Да, их приезд оказался для него неприятным сюрпризом. Может, гостей следовало бы пустить внутрь? Подумал Павел Сергеевич и тут же сам себе ответил вслух. Хрена с два, что случись я один, к тому же в доме девчонки. Корнеев с досадой подумал о том, что девок можно было бы отправить в колодец. По крайней мере, так было бы спокойнее. Павел Сергеевич еще некоторое время постоял, задумчиво потирая заросший щиринный подбородок, затем зашагал к клеткам. Открыв их, он сел в соболе и повернул ключ зажигания. Пока грелась машина, старик открыл ворота. Между тем собаки разбрелись по участку. Многие из них жалобно поскуливали и Корнеев с удовлетворением кивал седой головой. Они проголодались. Это просто замечательно. Он не боялся, что назойливые гости, которых он только что спровадил, вернутся в его отсутствие. Они сейчас в полной растерянности и наверняка у них нет полного понимания ситуации, как и единого плана действия. Но в том, что родители пропавших сорванцов вернутся, старик не сомневался. Возможно, это будет вечером, а может и ночью. И Павел Сергеевич должен в лепешку разбиться, но закончить все дела за предстоящий день. Потому что этот день будет последним, когда он тут находится. Он и бесконечно дорогой его сердцу человек. Через несколько минут запыленный соболь, чихая и кашля изношенным двигателем, выехал с участка. Примерно в это же время в колодце раздались истошные вопли, кричал Алексей. Разбуженные от крика Боря и Николая сонно продирали глаза, с трудом соображая, почему вокруг так темно. — Заткнись! — наконец в бешенстве выпалил Борис, окончательно придя в себя. — Опять твои штучки, придурок! — Пожалуйста, помогите! — заливаясь слезами, ревел Алекс. — На помощь! Мы все сдохнем тут! Отчаянно матерясь, Борис подполз к катающимся на замызганных матах юноши и наугад ударил ногой. Удар пришелся в лицо, ботинок разбил бровь у Алексея. Очки парня слетели, из рассеченной брови застроилась кровь, но Алекс словно не замечал этого, продолжая биться в истерике. — Ты что, не слышал, мудак? — рассверепел Боря. Он схватил за волосы виржащего приятеля, намереваясь приложить его лицом к бетонной стенке, но неожиданно почувствовал, как его локти были крепко стиснуты чьими-то сильными пальцами. — Угумонись! — гаркнул Николай ему прямо в ухо. — Отпусти его! — Вы что, сговорились, что ли? — зашипел Борис. — Колич, отпусти! У него припадок. Походу, наш Алекс свихнулся. — Оставь его! — приказал Коля. С огромной неохотой Борис разжал пальцы, и Алекс мешком рухнул на пол, поджав под себя ноги. Крики прекратились, теперь он лишь жалобно подвывал, размазывая по лицу слезы и кровь. Николай сел рядом с ним. — Алекс, возьми себя в руки! — хрипло проговорил он. — Держись! Ты же мужик, в конце концов, а не сопля какая-нибудь! — Ошибаешься! — желчно усмехнулся Борис. — Он сопля! Еще какая! — Коля, я так больше не могу! — прошептал Алексей. Он вцепился трясущимися руками в Николая. — Она мне приснилась. Понимаешь? Приснилась. Я думал, что это наяву. — Коля, она меня забрала к себе! Забрала, чтобы сожрать! Алекс снова зарыдал, и Николай крепко сжал его ладонь. — Кто тебя забрал? — как можно мягче попросил он. — Она, мать старика! — сквозь слезы проговорил Алексей. — Спустилась к нам по веревке, как паук. И меня сцапал, а старик ее наверх вытащил. — Вместе со мной! Алекс затих тихонько шмыгой носом. — Парни, у меня кружится голова и тошнит. Я больше не могу тут находиться! — прошептал он. — У меня... — он прерывисто вздохнул. — У меня что-то в легких. — Очень трудно дышать. Я задыхаюсь. У меня ведь раньше астма была. Не долечили. — Алекс, нам всем хреново! — мрачно заметил Коля. — Нужно держаться. — Нас никто не найдет! — сказал Алекс, и к изумлению ребят его голос звучал почти спокойно. — Голос человека, смирившегося со своей участью. — Никто и никогда не сунется сюда. А если сунутся, старик пристрелит их, — закончил Алекс, — и будет убивать каждого, кто будет приходить к нему. — Не говори ерунды! — уставшим голосом произнес Николай. — В конце концов вспомни хотя бы сказку про лягушек и сметану. — Ага! — снова влез в разговор Борис. — Одна сдохла сразу, а вторая месила сметану лапками и сдохла сильно уставшей. Охрененный выбор! — Борец, я очень прошу тебя, пожалуйста, не нагнетай! — сквозь зубы проговорил Коля. — Не зли меня, хорошо? Борис что-то неразборчиво буркнул в ответ. — Мне страшно! — выдохнул Алекс. — Мне очень страшно. Я не хочу умирать. Я... — он запнулся, будто вспоминая о чем-то. — Даже ни разу не трахнулся. — У тебя было это хоть раз? — Было. — На дне рождения одного знакомого, — краснее ответил Николай. Он попытался вспомнить подробности того знаменательного дня, однако все, что сохранил его память — жаркий шепот, слюнявые губы и мягкие теплые груди, пухлые некрасивые сестры именинника, которыми сводило с него смеющихся глаз еще в самом начале застолья. Тогда, кстати, им впервые был попробован алкоголь, который он с непривычки явно перебрал. Проснулся Николай на следующее утро с раскалывающейся от похмелья головой под одним одеялом с этой девушкой, которая, как оказалось, была старше его на девять лет. Он бесшумно слез с кровати, быстро оделся и ретировался из квартиры. — А я четверых трахнул, — заявил Боря. Впрочем, особой гордости либо хвальства в его словах не ощущалось. С таким же успехом он мог произнести, мол, я вчера четыре сосиски с кетчупом умел. — Ты круто, — борец, — безучастно заметил Алекс. Он снова начал хватать ртом в воздух. — Хм, надо просто быть уверенным в себе. — Знаете что, парни? — Ну, — отозвался Коля. — Я недавно одну книгу читал, там как пример притчи приводилась, — проговорил Алекс. — Запомнил я ее. — Нафиг притчи. Их шизанутые монахи придумывают, — сказал Боря. — Толку от них. Я... — Заткнись, — оборвал его Николай. — Что за притчи? — Один человек совершил преступление, — начал Алекс, — и король предложил ему на выбор, виселица или тайная комната. Тот посмотрел на дверь, ведущую в комнату. Она была черной, старой, покрытой паутиной. А рядом с дверью стоял палач и хохотал. Человек испугался и выбрал виселицу. И уже когда его голова была в петле, он спросил, — а что все-таки в той комнате? — Я все равно умру так, скажите, перед смертью. Тогда король подошел к нему и сказал на ухо, — Там выход на улицу. Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что выбирают смерть. — Фигня. Все это философская фигня. — Снова фыркнул Борис. — И знаете что? — будто не слышал приятеля, — произнес Алекс. — Когда мы вчера спускались с чердака, и я первым, первым увидел этого старика, я почему-то подумал про этого палача. — Этот старик палач возле тайной комнаты. И его комната там наверху, этот чердак. Вот только что там ждало бы нас? — Ты избрендил, Алекс, — сказал с презрением Борис. Совсем тю-тю. — Некоторое время никто из них не проронил и слова. — Давайте попробуем встать друг другу на плечи, — неожиданно предложил Николай. — Может, мы попробуем дотянуться до самого верха? — Вряд ли, — покачал головой Бори. И к тому же на кого-то собрался вставать. На Алекса он пернуть не в состоянии, а ты говоришь встать. Он может залезть на нас. А кто будет внизу? — усмехнулся Боря. — Я? Ты? — С какого перепугу? — Потому что ты самый крепкий борец, — терпеливо пояснил Николай, мысленно приказывая держать себя в руках и не накостылять этому самоуверенному недоумку. — Потому что я под вами свалюсь. В моей ноге все хуже и хуже. — Я не смогу залезть на вас, — испуганно пробормотал Алекс. — Сможешь. И ты залезешь, — отчеканил Коля. Борец, тебе придется встать у стены. — Это раком, что ли? Называй как хочешь. Можешь просто сесть на корточки. Алекса я посажу на шею. Потом я попробую подняться к тебе на плечи, а ты будешь держаться за стену и постепенно выпрямляться. — У нас нифига не выйдет, — отозвался Боря. Николай скрипнул зубами. — Давай попробуем. У нас что, большой выбор? — Уговорили. Только мне надо... — Николай открыл рот, чтобы уточнить, что именно ему надо, но звук льющейся жидкости говорил сам за себя. — Ты хоть маты поднял? — спросил он. — Поднял, — проворчал Борис. — Черт, еще пару часов, и мы задохнемся от вони. После этого он присел на корточки, чуть подавшись вперед. — Давайте, — неохотно произнес он. Коля коснулся рукой его широкой спины и обернулся к Алексею. — Алекс, иди сюда. — Я не смогу, — испуганно проблел парень. — Я ничего не вижу. Мои очки, они окончательно сломались. — Тебе не нужны очки, — мягко сказал Николай. — Ты просто держись как можно крепче за меня. Понимаешь? — Понимаю, — смирившись, ответил Алекс. — Я присел. Давай. — Николай. Николай почувствовал, как в его плечи вцепились тонкие пальцы, и над самым ухом раздалось прерывисто жаркое дыхание подростка. Наконец, Алексею удалось громоздиться на шею Коли. — Есть. — Хорошо. Теперь борец. Приготовься, — предупредил Николай. Покачиваясь, он, упершись руками в холодную стену, начал осторожно заносить ногу на плечо Бориса. — Держи меня за щиколотки, иначе мы все грохнемся. Борис тиснул пальцами ноги Николая и, сопя от натуги, начал медленно выпрямляться. — Упирайся ногами. Чуть назад! — крикнул Коля, чувствуя, как дрожит под ногами тело Бориса. — Без сопливых. Обойдусь! — прохрепел Борис. Николай с надеждой смотрел вверх. Теперь, когда у них появилась цель, расстояние до верха колодца стало казаться ему совершенно несерьезным. Ну, метр полтора, не больше. Сейчас еще Алекс станет во весь рост. Мысли о том, что дно колодца наглухо заколочено досками, парень решительно оттеснял в сторону. — Главное — дотянуться. А там видно будет. — Все! — раздался снизу напряженный голос Бориса. — Что там видно? — Ты полностью выпрямился? — на всякий случай уточнил Коля. — Нет, бля, я лег обратно, тараканов тут считаю. Сейчас перную взлечу вместе с вами. — В свойственной ему манере заорал Борис. — Что там наверху? Или Алекс уснул там ядрить его в задницу? — Алекс, попытайся встать мне на плечи, — заговорил Николай. Он внезапно поймал себя на мысли, что дышать здесь значительно легче, хоть он поднялся вверх всего на пару метров. Кряхтя и что-то бормоча под нос, Алекс принялся поднимать ногу, чтобы упереть ступню на плечо Николая. — Быстрее там! — раздраженно крикнул Борис. — Думаете, легко так стоять? Наконец Алексею удалось выпрямиться во весь рост. Он вытянул руки, но дрожащие растопыренные пальцы лишь в отчаянии хватали пустоту. До верха колодца оставалось еще не менее полутора метра. — Колич, не могу. Еще очень высоко. — задыхаясь, проговорил он. — Ты уверен? — заглотнув вязкий комок, спросил Коля. — Да. — Борис вырвался. — Слезайте вниз, скалолазы хреновы! — потребовал он. — Вы мне все кости переломаете. Николай вздохнул. Робкая надежда, теплившаяся едва мигающим угольком в его душе, бесповоротно угасла. — Не вышло, — прошептал он. И чуть громче добавил. — Алекс, будь осторожен. Опускаемся вниз. — Эй, эй, парни! — неожиданно заговорил Алексей. — Что там? — насторожился Коля. — Тут, слушайте, тут решетка. Прямо в стене напротив меня! — возбужденно воскликнул Алексей. Он вцепился в стальные прутья и начал трясти их. — Что вы там нашли, мать вашу? — завопил Боря. — Я больше не выдержу. — Борец, тут какой-то лаз. В стене решетка! — крикнул Алексей. Он попытался просунуть сквозь прутья руку, и его грязные пальцы нащупали увесистый замок. — Там что-нибудь видно? — с надеждой спросил Николай. — Нет, такая же чернота, как и здесь, но оттуда идет поток воздуха, поэтому тут воздух чище. — И раз этот лаз тут есть, значит, по нему кто-то передвигается, — заключил Алексей. — Эй, придурки, я больше не могу вас держать, — предупредил Борис. — Приготовьте, сейчас будем падать. В следующее мгновение опора из-под ног Николая резко ушла вниз, и они с Алексеем рухнули. — Извините, — хмыкнул Борис, потирая шею, — я не специально. — Николай, морщаясь от болезненного жжения в ноге, сел на мат. — Так что там? — задал вопрос Борис. — Похоже, сюда ведет какой-то тоннель, — предположил Коля. — Помолчав, он сказал. — Интересно, зачем он нужен? — Очень просто. — сиплым голосом ответил Алекс. — Наверху ловушка, а лаз — для того, чтобы забирать. — Кого забирать? — насупился Боря. — Дурак ты, борец, — махнул рукой Алексея, — все равно ничего не догоняешь. — Ага. Ты еще про мать старика скажи, которая на веревке за тобой спускалась, — ухмыльнулся Борис. Алекс закашлялся. Коля устало ждал, когда приступ пройдет, но он все никак не заканчивался. Борис рявкнул, чтобы Алекс заткнулся, на что Николай посоветовал ему самому захлопнуть пасть. Кашель Алексея не стихал. Ребята продолжали огрызаться друг на друга, не заметив, как Алекс упал на спину, забившись в судорогах. А вскоре у него изо рта пошла пена. Около семи утра обшарпанный Соболь остановился у ворот участка Корнеева. Павел Сергеевич вышел из автомобиля и захлопнул дверь. Прежде чем открыть ворот, он мельком глянул на валявшихся в траве собак. — Потерпите, ребятишки, — сказал он, потрепав за ухом дельту. По старой привычке его пальцы прошлись по коже животного, особенно там, где она была нежная и тонкая. Старику даже не обязательно было смотреть, он уже безошибочно определил, что на псине как минимум три клеща. Но он все же глянул, потому что клещи, как показала жизнь, бывают разные. Однако беглый осмотр не принес ничего нового и старик вздохнул. Пожалуй, пора бросать эту затею. Прошло столько лет, а все его усилия напрасны. Загнав машину на территорию участка, Корнеев закрыл ворот и озабоченно посмотрел на слоняющихся по участку собак. Пожалуй, уже нет смысла их запирать, потому что все закончится этим вечером. Главное, чтобы он успел уехать до нового визита нежданных гостей, хотя психологически Павел Сергеевич уже был готов к этому. «Ладно, все это лирика. Пора переходить к делу». Взор пожилого мужчины остановился на рыжей лохматой псине. «Гал, иди сюда!» – скомандовал старик. Собака нехотя приподняла морду. В гноящихся глазах отобразилось усталое недоумение. «Ко мне, Гал!» – повысил голос Корнеев, и пес поплелся к хозяину. «Он жалобно тяпкнул, тнувшись липкой мордой в колено старика, прося есть. Идем со мной». Жесткие пальцы Павла Сергеевича с силой вцепились в загревок собаки, и, не обращая внимания на жалобное подвывание пса, он потащил его к лестнице, ведущей на чердак. Остальные псины взирали на происходящее с молчаливым укором. Некоторые из них, ослабевшие от болезни и голода, с трудом держались на ногах. «Вперед!» – приказал старик, и собака беспрекословно подчинилась. Вскоре они скрылись на чердаке. Через некоторое время, спустившись вниз, Павел Сергеевич сразу понял, что ее настроение собак переменилось. Теперь вместо изможденной пассивности и тоски в их глазах мерцала глухая неприязнь и голод. Животные нервно переступали лапами под анельзы загаженной траве, от которой в воздух поднимались зловонные испарения, бросая на него короткие злые взгляды. Истинно черный пес с рваным ухом потрусил к старику. Верхняя губа задралась, с влажных зубов капала слюна. Старик остановился, разглядывая собаку в упор. «Хальт!» – процедил он, видя, что пес продолжает ворчать. «Хальт!» – он занес ногу, но собака не стала дожидаться удара и трусливо отпрянул назад. «Они меня больше не боятся!» – пытаясь сохранять спокойствие, подумал старик. Он слышал, как его сердце неторопливо выступает отчаянную дробь. «Еще немного, и вся эта стая бросится на меня!» Корнеев подошел к кузову соболя, открывая дверцы. Все движения пожилого человека были четкими и размеренными. Павел Сергеевич даже начал насвистывать какой-то мотивчик. Собаки должны знать своего хозяина, знать, уважать и бояться. В противном случае, дай им слабину, от него останутся рожки да ножки. Когда кузов автомобиля был открыт, старик выволок наружу бесчувственное тело, незнакомое у мужчины. Ухватившись за его ноги, обутая в запылившиеся разбитые сандалии, Павел Сергеевич поволок его в дом. Несколько собак увязалось следом, одна даже попыталась цапнуть мужчину за руку, и только яростный окрик Корнеева остановил животное. Тащив тело на кухню, старик куда-то ушел. Когда он вернулся, в одной руке он держал свежую одежду, в другой крошечную стеклянную ампулу. Одежду он положил на подоконник. Достав с полки початую бутылку водки, Павел Сергеевич открыл пробку, после чего, отломив кончик ампулы, осторожно влил внутрь ее содержимое. Поднял в воздух бутылку, слегка поболтал и поставил на стол. Взвившаяся с донышкой емкость измейка бузырьков быстро улеглась. «Ну а теперь пора просыпаться», — пробормотал Корнеев. Преодолевая брезгливость, он посмотрел на своего неряшливого гостя. Судя по всему, мужчина, которого он приволок в дом, относился к лицам безопределенного места жительства. Засаленные мятые брюки и заскорузлые от пота и грязи рубашка неопределенного цвета, а также вышеупомянутые сандалии настойчиво просились на свалку. А дутловато немытое лицо в ссадинах под правым глазом пропойца багровел лиловый синяк. В жидких клочках волос застряли травинки и прочий мусор, ногти на исцарапанных руках были забиты застарелой грязью. Наклонившись к мужчине, Павел Сергеевич схватил его за шиворт и бесцеремонно затряс. — Алло, гараж! — гахнул он. — Подъем! Опухшие веки бомжа слегка отлепились от глаз. Корнеев отвесил за булдыги хлесткую пощечину. Глазные щелки увеличились, и на хозяина дома бессмысленно уставились два мутных зрачка. — И кто? — прохрепел бродяга, с трудом ворочая языком. — Я твой ангел! — усмехнулся Павел Сергеевич. — Давай, поднимайся! Несколько секунд бомж пялился на старика, ничего не соображающим взглядом, потом коротко изрек. — Пошел нахер! Павел Сергеевич лишь снисходительный улыбнулся. Ухватившись за уши за булдыги, давно не видевших мыла, он резко притянул его к себе. — Ты не понял? Поднимайся! — Пусти, ты чего? — начал конючить бомж. — Вставай, или я оторву тебе уши. Матерясь и охая, незнакомец встал на карачки, долго тряс нечесанной головой, затем с огромным трудом взгромоздился на табуретку. — Ты кто? — снова полюбопытствовал он, углядываясь в старика. Белки глаз бомжа были покрыты алой паутиной полопавшихся сосудов, нос перемазан засохшими соплями, изо рта несло хуже, чем из бочки с протухшей рыбой. — Я твой спаситель, болван, — сказал Павел Сергеевич. — Ты валялся прямо на разделительной полосе, пьяный в усмерть. Хорошо, я тебя увидел, иначе по тебе проехался бы какой-нибудь бензовоз, и от тебя на трассе осталась бы вонючая клякса. — Вонючая? — тупо переспросил бродяга и, словно усомневаясь, понюхал подмышкой собственной рубашки. — Именно. От тебя воняет хуже некуда, — подтвердил Павел Сергеевич. Мужчина потрогал затылок и болезненно скривился. — У меня голова болит, — известил он. — Еще бы. Это ведь я тебя пару часов назад оглушил, — с удовлетворением подумал Корнеев. Он указал на одежду, аккуратно сложенную на подоконнике. — Переодевайся. — бомж вскрасил взгляд. — Это чего это? — с подозрением спросил он. — Того это. Это штаны и рубашка, — терпеливо ответил Павел Сергеевич. — На твою трепью смотреть противно. Переодевайся. Зачем? — Потому что бессознательное тело сложно одевать, — пояснил старик. Ровно как и мертвое, — добавил он про себя. — Чего? — Так надо, — вздохнул Павел Сергеевич. — Бомж, не понимая, еще глядел себя с ног до головы, пытаясь въехать, что с его нынешним гардеробом не так. — Давай, давай, — поторопил его Корнеев. — Прямо здесь? — А что ты стесняешься? — в свою очередь изумелся старик. — Ты же не в военкомате. — А это в душ не надо? — моргнув, задал вопрос бродяга. На лице Павла Сергеевича заиграла холодная улыбка. — Нет, дружище, на этот раз обойдемся без души. Все еще ничего не понимая, мужчина принялся стаскивать с себя рубашку. За ней последовали брюки. Когда зловонное тряпье оказалось на полу, бомж вопросительно посмотрел на хозяина дома, с двусмысленным видом оттянув резинку за скорожилых трусов. — Трусы и носки можешь оставить, — скривившись, сказал Корнеев, когда понял, что тут имеет в виду. — Зачем это все? — спросил незнакомец. — Неожиданно его взор уткнулся в стоящую на столе бутылку, и его опухшее лицо мгновенно оживилось. Словно в затухающий костер плеснули немного бензина. Павел Сергеевич проследил за взглядом пропольца и успокаивающим тоном пояснил. — Дружище, это все твое. Только одевайся скорее. Не обижайся, но созерцать тебя голова удовольствие малоприятное. Похоже, бомж ничего не понял. Из произнесенной фразы теперь все его внимание было сосредоточено на вожделенном пузыре. Не отрывая жадного взгляда от водки, он довольно ловко натянул на себя предложенные хозяином дома брюки и рубашку. Павел Сергеевич одобрительно кивнул. Он с умиротворением глядел на слегка преобразившегося маргинала, и со стороны могло показаться, что старик-отец провожает своего повзрослевшего сына на какое-то ответственное мероприятие. К примеру, на первое свидание с роскошной девушкой, ну или на собеседование в кадровое агентство. — Пей, — коротко сказал он, двигая к бомжу кружку. — Вот, спасибки, — ощерил бомж, гнилозубый улыбкий рот. — А ты, как тебя звать-то, Пфаситель? — Это неважно. Снаружи раздался злобный лай, и рука за булдыги, держащая бутылку, дрогнула. Он внимательно посмотрел в помутневшее от пыли окно и присвистнул. — Хрена себе, сколько собак, — протянул он. — Чего это у тебя, собачий бою устраиваешь? — Вроде того. Не стал вдаваться в подробности Корнеев. — Ладно, твое здоровье, дед. Взяв кружку, бомж одним махом запрокинул ее в глотку. Крякнул, потеряв тощую грудь, покрытую редкими клочками волос. На испитой, на сдреватой физиономию проступили багровые пятна. — Хорошо. Старик из-под лобья наблюдал за ним. Еще минут пять и этот зловонный кусок мяса, по недоразумению называющийся человеком, уснет навсегда. Никчемный клочок жизни. Все, что в нем ценно, циркулирующее по венам и сосудам кровь. Все остальное нужно срочно утилизировать. — Так все-таки, зачем тебе столько собак? — поинтересовался между тем незнакомец. Он почесал нос и спещеренный сеткой лопнувших капилляров. — Мне нравятся собаки? — пожал плечами Павел Сергеевич. — И они помогают мне. — Ну да, — неопределенно отозвался бомж. Он снова наполнил кружку. — Ты, кстати, сам не хочешь? Корнеев покачал головой. — Я не пью. Тем более по утрам. Бродягу смехнулся. — Когда башка трещит, пить можно в любое время. — Слушай, а ты моих корешей не видел? Нас трое было. Я Витька Михайлович. — Нет. Лай на улице возобновился, и бомж с опаской повернул голову в сторону окна. — Ты меня в том проводи, ладно, дед? А то эти шавки еще покусают. Старик широко улыбнулся. — Ладно, дружище. Бомж усушил кружку, вытер губы. — У тебя пожрать в случае нет? — с надеждой спросил он. — Вчера только хлеб с майонезом был. Это на два литра-то? — Нет. Могу предложить воду. — Вода херня, — философски заметил мужчина. Он потрогал засохшую болячку на шее, нечаянно сковырнув корочку. Показалась свежая кровь, и бомж выматерился. — У тебя плохая кровь, — вдруг сказал Павел Борисович. — Ты болен, дружище. — Да и хрен с ним, — равнодушно бросил бомж. — Мы все чем-то болеем, только не все знают, чем, чем именно. Лицо алкоголика раскраснелось, язык стал заплетаться. Похоже, выпитой дозы оказалось достаточной, чтобы вернуть ее в состояние, в котором он находился накануне вечером. — У меня вот тут болит, — пожаловался он, начиная чесать шею, на которой темнел замусольный кулачок пластыря с отклеившимся краем. — Клещ, сука, драный, укусил. — Клещ? Корнеев подался вперед, внимательно рассматривая слегка припухшую кожу. — Мне кореша маслом подсолнечным намазали, так эта гнида нифига не вылезла, еще глубже забралась, — объяснил бомж. — Я его ногтями вырвала, башка осталась. — Ну и дурак, — заключил Павел Борисович. — Его пинцетом нужно вытаскивать или ниточкой с петелькой на конце. — Скажешь тоже ниточкой, — щербату залыбался алкоголик, словно хозяин дома сообщил ему что-то забавное. — Именно ниточкой, — серьезно произнес Павел Сергеевич, — а вот масло лить на клеща бесполезно. — Почему? — Потому что от масла у клеща закупориваются органы дыхания. Он просто отрыгнет содержимое в ранку, и это только увеличит риск попадания в кровь инфекции. — Ничего, — беспечно махнул рукой бродяга. — Сейчас я еще накачу беленькой, пусть эта зараза моей кровью подавится, вмиг сдохнет. — Это вряд ли. Клещи — самые живучие организмы на Земле. Они выживали даже в вакууме, под воздействием луча электронного микроскопа. Представляешь? — У бомжа было такое выражение лица, словно старик заговорил с ним на латыни. — И еще. Когда извлекаешь клеща, нужно обязательно осмотреть его на предмет наличия лапок. Их количество ножек должно быть нечетным. — Какого фига? — не понял бомж. — Потому что хоботок от ножки ничем не отличается, — пояснил Корнеев. — По крайней мере, если под рукой нет микроскопа. Если число лапок четное, значит жало осталось в теле. Топай в травмпункт, чтобы его вынуть, а заодно сделать укол. По идее, извлеченного клеща нужно сунуть в коробочку и отвезти в ближайшую лабораторию СЭС на анализ. — Не-е-е, в задницу такие напряги. — протяно разочарован незнакомец. — Кстати, о болезнях. Если вовремя не сделать укол, после укуса клеща можно заразиться энцефалитом. — проинформировал слона, между прочим, Корнеев. Бомж, наконец, сфокусировал свой взор на старике и лицо его посерьезнел. — Че, правда? — Абсолютно. Повезет, останешься жив. Нет, возможен паралич обоих рук или полная слепота. Иногда наступает смерть. Бродяга погрузился в размышления. — Может, в больничку сходить провериться? — Наконец спросил он. — Можно. Хотя у тебя все равно кровь плохая, я тебе точно говорю. Бомж уже потянулся было к бутылке, как внезапно резко уставился в окно. Приподнявшись с табуретки, он пытливо всматривался в беспорядочно снующих по участку собак. Когда он повернулся к старику, его лицо было насторожено хмуром. — Кровь плохая, говоришь. Растягивая слова, протянул бродяга, положив на стол чумазые руки. Павел Сергеевич с интересом разглядывал ее черствые пальцы с намертво въевшейся грязью. — Похоже, в последний раз этот пьянчуга-оборванец мыл руки еще в школе, если он вообще когда-либо ходил в школу. — Плохая, — с простодушным выражением лица подтвердил он. — А я ведь знаю, кто ты, дед. — Как часто в последнее время мне приходится слышать эти слова, — тоскливо подумал старик. — А я тебя нет, — ответил он. — Если честно, мне неинтересно, кто ты. — Я знаю, зачем тебе столько собак, — продолжал бомж. Его лицо из красного становилось багрово-свекольным. — И зачем же? — тихо спросил Павел Сергеевич. — Витька, мой кореш, как-то говорил, что в здешних местах один чокнутый живет, собак разводит. — Это преступление, — разводит собак. Так же тихо и мягко поинтересовался Корниев. — Из-за тебя люди пропадают, — с непоколебимой уверенностью заявил пропойца. — Говорят, ты девку какую-то убил. Старик рассмеялся. — Говорят, кур даят. А они не даются, — отсмеявшись заметил он. Бомж продолжал насупольно глядеть на него. — Знаешь, дружище, — снова заговорил Павел Сергеевич, — а я ведь мучился, когда вез тебя сюда. Места себе не находил, переживал. А теперь вот ты мне всю правду обо мне рассказал, и я рад, что остановил свой выбор на тебе, и я буду спать спокойно. — Выбор на мне, — переспросил бомж. Его рука с кружкой застыла в воздухе. — Значит, ты правда убил ту девку? Старик открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент наверху послышалась какая-то возня за тем, что-то упало, и все стихло. — Что там у тебя? — сдвинул бровь в незнакомец. Павел Сергеевич мазнул взглядом по часам. — Пора бы уже заканчивать этот дешевый спектакль. Ты не допил свою водку, — напомнил он, ткнув пальцем в почти опустевшую бутылку. — Это? — рассеянно спросил бомж. — Э, там все равно нифига нет уже. Так кто там у тебя наверху? Собаки? — Собаки тоже есть. Бродяга неуклюже потянулся к бутылке и долил остатки водки в кружку. — Кстати, дерьмовый у тебя водяра, — захмелевшим голосом признался он. — Привкс у нее, как будто лекарства добавили. Глаза Павла Сергеевича сощурились. — Ну, не совсем лекарства, но кое-что там есть. — Бомж хмыкнул. — Ты какой-то странный, дед. Только не говори, что ты действительно своих собак человечные кормишь. — Собак редко, — кивнул старик. — Но как раз сегодня у них будет ужин. — Ха, ужин. — Да, из тебя. Бомж вытаращил мутные глаза на старика. — А ты что думал, дружище? — развел в сторону руки Корнеев. — Я ради этого специально два дня своих собак не кормил. Видя, как губы хозяина дома медленно растягиваются в ухмылку, — бродяга захохотал. — Веселый ты, дед. Да, ужин, ужин из меня. Он поднес кружку к лицу, зачем-то вдохнул запах. — Именно ужин, — повторил старик без тени улыбки. Лицо бомжа внезапно исказилось в ненависть, и он с воплем швырнул кружку в Корнеева. — Сука! Павел Сергеевич успел пригнуться, и кружка с глухим звоном ударилась об стену, отскочив на пол. Бомж попытался встать с табуретки, но старик с удивительным для его возраста проворством метнулся к нему. — Сиди спокойно, дружище, — прошептал он. Его крепкие пальцы обхватили бледную, в грязных разводах шею алкоголика и стиснули ее. Бомж захрипел. Пытаясь оттолкнуть старика ногами, он перевернул стол. Звякнула пустая бутылка, покатившаяся к раковине. Мужчины свалились на пол. Павел Сергеевич без труда преодолел сопротивление бродяги и уже намеревался свернуть ему шею, как вдруг остановился. Экспертиза наверняка определит, что позвонки были сломаны. Такой риск ему ни к чему. Корнеев выпустил его шею и, прижимая тело бомжа к полу, молча наблюдал, как его движения становятся все более вялыми, а дыхание все реже и реже. Наконец его глаза закатились, и он утих. Старик накрыл лицо за булдеги скатертью и торопливо вышел наружу. «Колич? Колич, что ты с ним?» Испуганно бубнил Борис, при этом сам боясь сделать шаг к бьющемуся в припадке Алексу. Коля опустился на колени, пытаясь в темноте нащупать лицо парня. Его пальцы угодили во что-то липкое и густое, хлопьем и срывающиеся из разъявленного рта Алексея. «Пена. Чертва пена. У него приступ!» В ужасе подумал Николай. «Кажется, когда у человека приступ или припадок, ему нужно разжать зубы, чтобы он не проглотил язык. Но они в колодце, и ничего подходящего вроде ложки или палки здесь и в памяти нет». «Помоги мне поддержать его!» – крикнул он Борису. Спотыкаясь, Боря обошел извивающееся тело Алекса, встав у его головы. Николай тем временем торопливо снимал с себя ремень. Когда все было готово, он на ощупь просунул пряжку в рот Алексею. Звонко клацнули зубы, мизинец Коля обожгла боль, и он ойкнул. Тело Алексея продолжали сотрясать конвульсии. Изо рта вырывалось нечленораздельное мычание, руки остервенело хлопали по матам, как у побежденного борца, которому применили болезненный прием. «Все будет хорошо. Все хорошо!» – шептал Коля, гладя влажные от пота волосы друга. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Алекс перестал дергаться. Обмякнув, его тело обессильно распласталось. «Коль! Коля!» – зашептал он, вытягивая вперед дрожащие руки. «Где ты? Я не вижу тебя. Я рядом!» Алексей издал хлюпающий звук. «Я боюсь, Коля!» «Я держу тебя. Дай руку!» – сказал Николай. Он обхватил узкую ладонь парня. Она была влажной и прохладной. «Не отдавайте меня ей, Коля!» – едва слышно проговорил Алекс. «Не отдавайте! Я не хочу, чтобы меня забирали!» «Мы тебя не отдадим!» – пообещал Николай. Пальцы Алекса разжались. «Ну, как он?» – глухо спросил Борис. «Никак. Сознание потерял». Николай глубоко вздохнул. «Если его не вытащить наверх, он скоро умрет!» Борис издал невнятный звук, будто намеревался о чем-то спросить, но в последнюю секунду раздумал. «И часто у него такое?» Все же после паузы задал он вопрос. Коля придвинулся спиной к стене, вытянув ноги. «Не знаю, я такое впервые вижу». «Он говорил, что у него астма», – вспомнил Борис. «Может быть. Сейчас какая разница?» В тягостном молчании лениво потекли минуты. Первым снова заговорил Боря. «Он жив?» Николай осторожно дотронулся, дав палой груди Алексея. «Вроде дышит». «Если он умрет, что мы будем делать?» Коля долго не отвечал, и Борис напряженным голосом повторил вопрос. «Ничего мы не будем делать. Вот так», – ответил Николай. «То есть как это? Нам остается только ждать». «Чего ждать?» – зашипел Боря. Он приблизил свое лицо к юноше, и Николай отчетливо чувствовал исходящий от него запах пота и мочи. «Выбор небольшой. Или старик нас вытащит, или мы здесь подохнем?» «Нет!» – закричал Борис. «Ну, может, нас все-таки найдут», – устало проговорил Коля. «Это третий вариант. Но почему-то он кажется мне нереальным». Борис отпрянул, будто увидел привидение. «Я не хочу тут вздыхать», – проскрежетал он. «Слышите? Не хочу!» Задрав голову, парень принялся колотить руками по стенке. «Слышите вы, уроды? Ты, гребаный старик, сучий выродок, вытащи нас отсюда, паскуда!» «Прекрати!» – раздраженно сказал Николай. «Не трать силы. Это все бесполезно». Однако Борис продолжал выступление бить кулаками по внутренней поверхности колодца, пока из содранных костяшек не выступила кровь. «Я все знаю», – тяжело дыша, – сказал он. Плюхнувшись рядом с Николаем, он начал ступой сосредоточенностью облизывать разбитые кулаки. «Я все понял. Этот старик нашел наших...» Он закашлялся, сплевывая кровь, «нашел наших предков». «И потребовал, как его?» «Выкуп», – безучастно подсказал Коля. «Да, именно выкуп», – оживился Боря, словно воодушевленный подсказкой приятеля. «Они взяли его за яйца и сейчас едут за нами, вместе с ментами и спасателями». «Наверно», – кинул Николай. «Наверно, так и есть». «И нас скоро спасут». «Я опять хочу ссать», – сообщил Борис, и на этот раз голос его прозвучал немного виновато. Коля выдавил из себя некое подобие смеха. «Чего ты мне об этом говоришь?» «Ссы?» «Тут все равно кругом сплошной сортир». Послышалась возня, за которой последовал звук льющейся жидкости. «Борец?» «А ведь еще несколько часов в этой дыре, и мы будем пить мочу». Борис выматерился. «Я не буду». И ссушеные губы Николая раздвинулись в улыбке. «Будем. Еще как будем. И стены лизать будем, чтобы хоть какую-нибудь капельку влаги найти». «Пошел ты», – завопил Борис, застегивая трясущимися руками ширинку. «Я серьезно», – шептом сказал Коля. «Нам нужна жидкость». «Я не буду пить санье», – прохрепел Борис. «Тогда сдохнешь». Борец закряхтел, подползая ближе. «Пусть я сдохну раньше, чем ты, но сдохну чистым». «Ого», – присвистнул Коля. «На философию потянуло. Чистенький ты наш. Ты придурок, Колич». Николай снова скребил губы в печальной улыбке. «Обычно после таких слов ты всегда плюешься, как верблюд. Сейчас нет. Что, слюна кончилась? Отвали». Николай протянул руку, подушечки пальцев коснулись лица Алексея. Оно было теплым, губы юноши слабо шевелились, и Николай с облегчением вздохнул. «Борец? Че тебе надо?», – разладился Борис. «Борец, борец, огурец твою мать. Колич, бля буду, ты меня, сука, достал. Скажи еще что-нибудь, размажу. На этот раз первым буду я». «Хорошо, ты будешь первым», – не стал возражать Николай. «Я хотел задать тебе вопрос». «Говори, что хочешь», – пробурчал Боря. Он еще раз лизнул кровоточащие костяшки, чувствуя солоноватый привкус во рту. «Будем пить мочу, лизать стены», – вспомнил слова Николая и его передернула. «Почему в тебе столько злости?», – спросил Коля. Его голос звучал спокойно и мягко, почти ласково. «Почему ты всегда ищешь, на ком бы выместить хреновое настроение? Ты ведь не такой, а стараешься казаться каким-то уродом. Ты думаешь, что становишься от этого круче? А? Почему?» Наступило молчание. Собственно, Николай не ждал ответа от парня. Действительно, зачем ему его признание? Но через некоторое время Борис заговорил. И голос юноши был ровным и монотонным, словно он зачитывал молитву. «Хочешь знать правду, Колич? Что ж, наверное, ты первый, кому я это скажу. Тебя когда-нибудь били в детстве? Меня – да, причем с первого класса. Я был слабаком и слюнтяем. Мой первый отец был таким же. И умер он, как слюнтяя, от сердечного приступа. Со странной газеткой в руках на кухне за столом. Хотя ему всего 35 было. И тогда пришел Олег, мой отчим. Он всегда любил мою мать. И я, Борис помедлил, полюбил его. Любил и зауважал. Больше, чем родного отца. Он сделал из меня мужика. Его девиз – бей первым. Никогда не сдавайся. Сдохни, но сделай, как считаешь нужным. И верь, верь себя в свои силы. Он вновь закашлялся, потом через силу продолжил. Ты когда-нибудь смотрел фильм «Класс»? Эстонский. Там двоих парней чморили одноклассники. Издевались над ними. А в конце заставили одного из них отсосать у другого. Зачем ты это рассказываешь? Спросил Коля, нахмурившись. Затем, что после всего... После всего этого они взяли стволы и пришли в школу. Они начали стрелять и завалили половину уродов, которые гнобили. Последние слова были произнесены с жестокой расчетливостью. Словно это говорил не школьник, который еще и бриться толком не начал, а сорокалетний рецидивист-убийца, который полжизни провел за решеткой. Ну и что? Ну и что, Боря? Медленно спросил Николай. Пистолет – не вариант. Те придурки, которых они убили, так ничего и не поняли. И не осознали. Они просто умерли. А страдать будут их родители. Они-то, может, и не поняли. С нескрываемой, хлещущей через край ненавистью, проговорил Боря. Но в следующий раз другая сука сто раз подумает, прежде чем делать подлянку более слабому. И, кстати, говоришь, родители будут страдать? Да хрен с ними. Они воспитали ублюдков. Пусть страдают. И что из этого всего следует? Я пересматривал концовку этого фильма, шепотом ответил Борис. Раз пятьдесят. Как они заходят в школу. Как заряжают стволы. Как заходят в столовую. Как... Хватит. Как у тех уродов начинают на лоб лезть глаза. Говоришь, не поняли? Все они поняли, Колич. Они поняли, что наказание обязательно будет. Уверен, что все они обосрались, когда увидели этих пацанов со стволами. Борец. Все, хватит. Борис замолчал, угрюмо сопя. Коля привычным движением коснулся щеки Алексея. Она была холодной. Эй, Алекс. Позвал он дрогнувшим голосом. Не дури. Ответь что-нибудь. Юноша не шелохнулся. Алекс. Лешка. Пальцы Николая осторожно дотронулись до его губ. Они не двигались. И тоже были прохладными. Едва сдерживаясь от крика, он приник к груди Алексея. Затем снова затряс его. Алекс безмолвствовал, Николай с оцепенелым видом выпрямился. Борь, он умер. Алекс. Умер. Он, наконец, нашел подходящее место. За ухом. Мягкая, тоненькая кожа, как бархат, и присосаться к ней пару пустяков. Вскоре последовал укус. В образовавшуюся ранку начала выделяться слюна. Первая порция затвердела, образовав так называемый цементный секрет, в результате чего хоботок членистоногого прочно приклеился к коже жертвы. Одновременно с этим, со слюной в кровь попало анестезирующее вещество, обезболивая ранку. Через какое-то время стенки кровеносных сосудов жертвы и окружающие его ткани начнут разрушаться, а иммунная реакция донора, направленная на отторжение паразита, будет подавлена. Заостренные клешнеобразные хелицеры вошли в нежную кожу, словно нож в торт, заякориваясь специальными крючами, затем их концы раздвинулись, позволяя внутрь проникнуть гипостому, хоботку, усеянному загнутыми внутрь шипами, через который начала поступать кровь. Клещ медленно насыщался. Лена ничего не почувствовала. Она была слишком поглощена важным разговором со Светой. Часть третья Этот маленький злодей зверя Грозного страшней. На ветвях в лесу живет. Не росу, а кровь он пьет. Настоящий паразит. И несет энцефалит. Облик страшен и зловещ. Берегитесь. Это... Надежда видения. Корнеев вышел наружу, помахивая в руках связкой ключей. Щурясь, он бросил короткий взгляд на солнце. Затем посмотрел на чердак. Осталось совсем немного. Он надеялся, что к наступлению сумерек все будет готово. Опустив голову, Павел Сергеевич неожиданно замер. Вспыхнувшие внутри ощущения можно было сравнить с ситуацией, когда идущий по лесу ни о чем не подозревающий человек внезапно натыкается на разрытую могилу с поросшим мхом скелетом. Глаза. Десятки собачьих глаз, и они чуть ли не с ненавистью сверлили пожилого хозяина псарни. Они стали другими. И они понимают, что с ними делают. Эта мысль почему-то вызвала у Корнеева странное чувство злорадства. Что, думали вам тут курорт? Ехидно поинтересовался он. Блестящие глаза продолжали внимательно следить за каждым движением Павла Сергеевича. Выдавив напряженную улыбку, он зашагал к гаражу. Открыв ворота, старик сел в потрепанный автомобиль ИЖ-2715, простонародье именуемый Каблук, темно-синего цвета. Несмотря на до нельзы проржавевший кузов, колеса машины были накачаны, аккумулятор заряжен, а бак полон бензина. Корнеев постоянно следил за состоянием этого автомобиля ровно настолько, чтобы в нужный момент быть готовым сорваться с места. И сегодня этот момент настал. Каблук завелся только с четвертого раза, но двигатель, прочихавшись, наконец мирно затарахтел. Старик аккуратно вырулил из гаража и вышел из машины, оставив ее работать на холостом ходу. Он открыл кузов, за которым тускло блеснула вторая дверь, сделанная из высокопрочной стали. Сунув ключ в скважину, Корнеев со скрежетом открыл ее. С благоговением провел рукой по прохладному железу. Надо бы выложить пол травой и ветками, скользнула Павла Сергеевича мысль. Да, хорошая идея, но сначала нужно перенести в машину все необходимое. Старик заглушил двигатель, хлопнула расшатанной дверью и направился в дом. Собаки продолжали наблюдать за ним. Из комнаты, где были заперты девочки, доносилась какая-то возня, но Павел Сергеевич не обратил на это внимания. Он выложил на стол паспорт и удостоверение, пенсионное и водительское. Это все придется оставить здесь. Более того, права на вождение нужно будет сунуть в карман этому алкашу, который валяется у него на кухне, а заодно надеть на его руку часы. Конечно, ему было жаль расставаться с часами, но все должно было выглядеть натурально, потому что завтра утром Корнеев Павел Сергеевич должен быть уже историей. Старик подошел к сидящему на инвалидной коляске манекену. Он осторожно снял с головы плед, задумчиво погладил пластмассовую голову. А я к тебе привык, улыбнулся он краем рта. Внезапно в соседней комнате раздался громкий стук, будто что-то упало, и через мгновение стал слышен плач. Плакала та самая девочка с зелеными бантами. При мысли о ней черты Корнеева разгладились. Образ этой крохи с огромными, чуть удивленными глазами и курносым носиком затронул самые глубокие струнки его зачерствелой души. И старика это не на шутку тревожило. Завтрак. Завтрак, вода, а еще поменять ведро для туалета. Вспомнил он, его щеки обдало жаром. Как он мог забыть об этом? А те в колодце. Там вообще нечем дышать, зашептал внутренний голос. Они там уже больше суток. В какой-то короткий момент Павел Сергеевич почувствовал себя подонком. Словно на глазах малолетнего ребенка застрелил его родителей. Твою мать, вырвалось у него. Корнеев чуть ли не бегом кинулся к двери, вынимая на ходу ключи. Торопливо открыв дверь, он замер на пороге. У глаза сразу бросился перетащенный в центр комнаты письменный стол, и лишь потом он заметил девушку. Она неподвижно лежала на полу, раскинув в стороны руки. Ее некогда красивые пышные золотистые волосы теперь выглядели нечесанными сальными космами. Приглядевшись повнимательней, Павел Сергеевич разглядел рядом с головой светловолосой пленницы рассыпь мелких осколков. Маленькая девочка сидела на диване, забившись в самый угол. Обхватив худые коленки руками, она испуганно хныкала. Корнеев медленно подошел к телу лежащей девушки, пристально ее разглядывая. Пленница не двигалась. Что-то случилось? — полголоса спросил он. Света полезла на стол. Она хотела посмотреть, ну, почему темно? Перестав хныкать, объяснила Лена. И она упала, а я заплакала. Полезла на стол? — переспросил старик. А разве я вам не говорил, чтобы вы ничего не делали без моего разрешения? Он повернул голову, в упор глядя на ребенка. Испуганно помаргивающие глаза Крохи искрились, словно стеклянные шарики при свете лампы. Корнеев придвинулся к девочке, вытянув руку, и та инстинктивно сжалась. Мозолистый палец пожилого человека дотронулся до мягкой щечки Лены, и губы Крохи задрожали. — Говоришь, ты заплакала? — очень тихо проговорил он. — А почему у тебя тогда сухие глазки? Девочка, не выдержав пронзительного взгляда старика, поникла. — Где твои слезки, малышка? Лена еще ниже опустила голову, и Павел Сергеевич с нежностью смотрел на ее зеленый бант. Он практически развязался и свисал на плечика ребенка. — Помогите ей! — пискнула Лена, не поднимая глаз. — Обязательно! — кивнул старик. Он поднялся с дивана и склонился над Светланой. — Вставай, актриса! Девушка не шелохнулась, и Корнеев снисходительно улыбнулся. — Вставай, я ничего тебе не сделаю. Внезапный грохот наверху заставил ее вздрогнуть. Звук был такой, словно грохнулся тяжеленный сейф. Старик задрал голову, и в следующее мгновение тело Светланы распрямилось, словно пружина. В ее правой руке был зажат цоколь разбитой лампочки с неровно торчащими зубчиками стекла. И прежде чем Павел Сергеевич успел что-то сообразить, импровизированная розочка вонзилась в его шею. Евгений закурил очередную сигарету. — Это какая по счету? — спросил Олег. — Пачка в смысле? — Я не считаю. Обронил мужчина, пряча зажигалку в карман. — Поспал хоть час? — пробовал, не получилось. Так же нехотя ответил Евгений. Впрочем, он мог бы и не пояснять. Бледное лицо и опухшие от бессонницы глаза говорили сами за себя. Они стояли на гравийной дорожке у ворот дачного участка Евгения. — Как Ирина? — На таблетках. Все в лес рвется. — Нечего ей там делать, — сказал Олег. Он с неприязнью отогнал рукой сигаретный дым, плывший ему прямо в лицо. — Там сейчас спасателей больше, чем деревьев. — Ага. — Вот только детей так и не нашли, — мрачно отозвался Евгений. Олег взглянул на часы. — Где твой хваленый сосед? Не докурив сигарету, Евгений бросил ее на дорожку, с хрустом впечатывая в гравий. — Будет с минуты на минуту. Он сейчас в местном отделе полиции был. Возможно, появятся какие-нибудь новости. — К собачьим чертям новости, — процедил отец Бориса. — Нужно ехать к Корнееву. Весь день коту под хвост. Вдали послышался шум автомобиля, и Евгений встрепенулся. Вскоре из-за поворота показался фиолетовый Ниссан. — Вот и он, — пробормотал Олег. — Нарисовался, значит. Автомобиль резко притормозил возле застывших мужчин. Из окна водителя высунулась голова Анатолия. — Залезайте. Не на дороге же разговаривать. Они молча сели в машину. — Ты долго ехал. — Щел своим долгом упрекнуть Олег, бывшего участкового. Тот с раздражением посмотрел на дачника. — Олег, я приехал так быстро, как смог. Отец Бориса нервно похрустел костяшками. Анатолий покосился на его громадные кулаки. — Сейчас силы не играют никакой роли, верно? — Что ты узнал? Олег едва сдерживался от крика. — Штабом принято решение расширить поиски. Еще вглубь на пять километров, — ответил Анатолий. — Опрошено почти двести человек, но безрезультатно. Последний раз ваших ребят видели возле церкви. — Это я и без тебя знаю, — вскричал Олег. На его скулах заиграли желбаки. Для этого вовсе не обязательно было тащиться в ментовку. — Олег, прекрати орать, — холодно оборвал его Анатолий. — Держи себя в руках. Мы все пытаемся вам помочь. К тому же ты не дослушал. Среди свидетелей нашлись два дачника, они ехали на рыбалку в сторону Орефьева. Они вспомнили, что неподалеку от владения Корнеева им повстречались две девочки. Одна совсем кроха, она сидела на траве, и мужики ее не запомнили. А вот вторую, судя по описанию, опознали как Светлану Кузнецову. Ту самую, что была в компании ваших мальчишек. Олег перехватил пытливый взгляд Евгения. — Получается, Света была с маленьким ребенком. Девочкой, — заговорил он. — Наверное, это Лена? Анатолий пожал плечами. Мы можем только предполагать. Но я склонен верить, что так оно и есть. Далее. Криминалисты обработали сотовые телефоны ваших ребят. Отпечатки пальцев сейчас изучают. По предварительной информации, следов Корнеева на мобильниках нет. — Он мог стереть их, — возразил Евгений. — Конечно, мог, — поддержал его Олег, — как и следы с велосипедов. — Все может быть, — согласился Анатолий. Последний раз ребята перезванивались примерно в половине одиннадцатого утра. Света звонила твоему парню, Жене, а потом Коля набрал Свету. — Хорошо. Допустим, рыбаки видели девчонок. А где тогда другие ребята? Трое пацанов? — сверкая глазами, спросил Олег. Вместо Анатолия ответил Евгений. — В доме? — ответил он. — Скорее всего, девочек оставили следить за дорогой. А они полезли на участок к старику. Вот они и перезванивались. Он вздохнул. — Я только сейчас вспомнил, что в этот день Коля не хотел брать с собой Лену. Однако нашу городскую квартиру залили соседи, и моя Ира сорвалась туда с самого утра. И Николаю пришлось взять с собой нашу младшую дочь. — Ладно, это сейчас несущественные детали. После того, как девчонок видели возле дома Корнеева, полиция будет допрашивать этого старого мухомора? — спросил Олег. — Вряд ли. По крайней мере, не сию секунду, — ответил Анатолий. — Там сейчас такой бардак, непонятно, кто кем командует. К тому же прямые улики против Корнеева отсутствуют. — Короче, я понял, Толя. Мы зря тебя ждали. Не скрывая раздражение, произнес Олег. — Только время потеряли. — Да? И что же ты хочешь делать? — поинтересовался Анатолий. У него был настолько спокойный и безмятежный вид, будто он лежал в гамаке и покуриво обсуждал рыбалку. — Мы пойдем к нему домой. — Ты будешь устраивать обыск при Корнееве? — Он вызовет полицию или натравит на тебя собак, — ответил Анатолий. — И по закону будет прав. — Я не могу сидеть и ждать, — заорал Олег. Его полное лицо побагровело. — В этом чертовом поселке есть хоть один мужик с яйцами. Если нет, я пойду один. Вы... — Остынь, — велел Анатолий, и что-то прозвучавшее в его голосе заставило отца Бориса умолкнуть. — Мы пойдем вместе. Но прежде я хочу, чтобы каждый из вас отдавал себе отчет, что все, что мы задумали, называется преступлением, — продолжал Анатолий. К сожалению, обстоятельства складываются так, что иного выхода нет. Участок старика охраняется собаками, их там штук 30, не меньше. — Что ты будешь делать с ними, Олег? Стрелять в них, как по банкам? Или накормишь отравленным мясом? Олег с мрачным видом повел плечом. — Но должно же быть какое-то решение. Уже не так воинственно, — проговорил он. — Есть такое решение. Я заказал ультразвуковые отпуговители против собак. Их должны доставить ближайшие 2-3 часа. Без них соваться к Корнееву слишком опасно, нас просто порвут волскуты. Тем более, к тому времени уже стемнеет, а это нам на руку. Я прав? — Прав, — согласился Евгений. — Холное дерьмо. Я не намерен столько ждать. Снова вспыхнул Олег. — Если чему-то плохому суждено было случиться с твоим сыном, это уже случилось, — жестко проговорил бывший участковый. — Два часа ничего не изменит. А сунувшись туда сейчас, ты только все испортишь. — Хорошо, — сдался отец Бориса. Его здоровенные кулаки разжались, и теперь он уныло разглядывал собственные пальцы, толстые, короткие и покрытые черными волосками. Ты просто не оставляешь нам выбора. — Олег, я смотрю на ситуацию рационально, а ты ведешь себя как малолетка. Сбавь обороты. Эмоции в таком деле плохие помощники. Да, у кого есть фонари, захватите. И оденьтесь во что-нибудь неброское, лучше темного цвета. — Ну, вроде все. Я заеду за вами в 9 вечера, — сказал напоследок Анатолий. Будьте вместе, возможно, все обойдется. — Твои слова, да богу, в уши, — пробурчал Олег. Внимательно глядя на дачника, Анатолий сказал. — Да, я уверен, что нам повезет. Вероятно, у старика действительно поехала крыша, и он держит у себя ваших детей. Но я не думаю, что он настолько шизанулся, чтобы сделать с ними что-то нехорошее, а тем более убить их. При слове «убить» Евгений вздрогнул. Когда Анатолий уехал, Олег повернулся к отцу Николая. — У тебя есть ружье? — тот помотал головой. — Ладно, я возьму. Евгений вяло кивнул и уже развернулся, чтобы уйти, как его снова окликнул отец Бориса. — Женя. Тот обернулся. — Ты сам-то веришь, что наши дети у этого хмыря? Евгений долго смотрел немигающим взглядом на дачника, после чего сказал. — Я не верю, Олег. Я знаю. Я это чувствую сердцем. Павел Сергеевич с отвисшей челюстью пялился на свету. С перекошенным от гнева лицом, горящими глазами и растрепанными волосами она напоминала взбешенную ведьму. Старик неверяще провел пальцами по шее, и из рваной ранки струилась кровь. Он моргнул, как если бы пытался избавиться от царинки, и в глазах появилась осмысленность. — Лена, беги! — завержала Света, вновь замахиваясь цоколем. — Беги! Корнеев издал булькающий звук, словно сбрасывая из себя остатки отцепенения, вызванного столь неожиданным и дерзким нападением, и в последний момент успел выставить правую руку, защитив шею от повторного удара. Крошечные, но острые стеклянные зубчики распороли рукав рубашки, чиркнув по старческой коже, не причинив серьезного вреда хозяину дома. В следующее мгновение кисть девушки была жестко перехвачена Корнеевым. Стиснув руку Светланы, старик с силой вывернул ее влево, навалившись всем весом. Послышался хруст, и Света закричал от боли. — Вздумала со мной шутить девочка, — прошипел Павел Сергеевич. Его лицо побелело от ярости. — Пусти! — завопила Света, извиваясь, как кошка. — Лена, зови на помощь! Беги! — Конечно, беги! — хрипло сказал старик. Краем уха он слышал дробный топот крошечных ножек. — Что ж, далеко эта маленькая фея не убежит. Во всяком случае, не дальше крыльца. — Что ты творишь, дрянь? — медленно спросил он, склоняясь над Светланой. С его шеи на блузку девушки закапала кровь. — Что ты творишь? Не сводя со старика ненавидящий глаз, Светлана плюнула ему в лицо. — Дрянь! — сквозь зубы повторил Павел Сергеевич, и неожиданно нанес девушке сильный удар прямо в лоб. Света отлетела назад, будто увлекаемый ветром скомканный листок и с глухим стуком упала на пол. Ее рот раскрылся, глаза закатились. — Вот теперь ты действительно без сознания, — произнес Корнеев. Нагнувшись, он несколько секунд безмолвно изучал застывшее лицо пленницы, затем, размахнувшись, снова ударил. Кулак силы впечатался в голову Светланы, и по телу девушки пробежала дрожь. Из левого уха потекла кровь, тут же образовав на пыльном полу матово-багровую лужицу. Старик выпрямился. — Дура! — выдавил он. В его глазах показались слезы. — Ты полная дура. Я ведь не хотел этого. Слышишь? Он пнул ногой обмякшее тело. — Тебе трудно было потерпеть несколько часов? Тупая идиотка! — продолжал распаляться Павел Сергеевич. — Три часа! Три гребанных часа, и я уехал бы отсюда! Но ваши куриные мозги не могут думать. Никчемные, тупые амебы. — Что ты? Что твои чертовы дружки? Вы хуже микробов, хуже клещей! Он снова стукнул Свету носком ботинка. Удар пришелся в живот, и у старика возникло ощущение, что он попал ногой в подушку. — Глупцы! — прошелестел старик. Костлявые руки судорожно щупали шею, которая продолжала кровоточить. И этого еще не хватало. Нужно срочно перевязать рану, иначе он попросту истечет кровью, как недорезанный хряк. На чердаке послышалась возня, затем что-то с шумом упало вниз, из потолочных досок посыпалась труха. Павел Сергеевич задрал голову, и его взгляд преобразился. Теперь вместо ярости в его глазах пульсировал животный страх. И первым его порывом было метнуться наверх. Нет, сначала перевязка, лишь потом чердак. Узнать, что случилось, узнать, как… Новый удар, куда более мощный, нежели предыдущий, заставил ее пригнуться, как от непосильной ноши. — Я больше ничего не хочу, — забормотал Корнеев, сглотнул. — Я ничего не хочу. Я устал. О, Господи! Я просто устал и хочу отдохнуть. Он снова поднял голову вверх и беззвучно зашевелел тонкими губами. — Ты… ты тоже не можешь подождать? Вне себя от ужаса Лена перепуганным зверьком металась по дому. В одной из комнат она наткнулась на какую-то непонятную коляску, в которой сидел пластмассовый человек, укрытый пледом, и она, взвизгнув, кинулась прочь. Оказавшись на кухне, девочка несколько секунд ступорит смотрела на странного дядю, который почему-то лежал на полу. От него плохо пахло, и его лицо было закрыто скатертью. Ей стало совсем страшно. — Мама! — жалобно проговорила она. С чердака доносился странный шум, и девочка бросала испуганные взгляды на потолок. — Кто там? А вдруг тот, кто так шумит, сейчас сломает доски и свалится прямо на нее? Наконец Лене удалось найти входную дверь, и она очутилась на улице. Спотыкаясь на старых, растрескавшихся ступеньках, девочка чуть ли не кубрем скатилась с крыльца. Глаза с непривычки слепило солнце, и она прикрыла их ладонью. — Помогите! — пробка произнесла она. Не твердо ступая, Лена двинулась вперед. Откуда-то справа метнулась серая тень, злобно ворча. Когда глаза девочки привыкли к свету, она замерла. Она стояла в примятой траве, полностью окруженная собаками. Их худые, грязные тела мелко подрагивали. Из множества пастей вырывалось рычание. — Не надо! — умоляюще прошептала она. Из глаз Лены хлынули слезы, но это словно послужило сигналом. Заливаясь хриплым лаем, несколько собак кинулись на нее. В колодце воцарилась оглушительная тишина. Плотность спертого воздуха была настолько густа, что казалось, его можно было отщипывать, как хлеб. — Как умер? — наконец переспросил Борис. Его голос звучал растерянно, почти жалобно. Будто он отчаянно ждал, что Николай сейчас рассмеется и, хлопнув по его крепкому плечу, скажет, мол, Борис, конечно же, это шутка. Просто наш Алекс слегка притомился и до сих пор находится в отключке, но это все временно. Но вместо этого Коля сказал, вот так, он не дышит, я не чувствую его пульса. — Ты? — Ты уверен? — Да, иди и сам посмотри. Некоторое время Борис стоял, застыв на месте. Затем, вытянув вперед руки, нерешительно переступая ногами, он приблизился к распоставшейся в фигуре приятеля. Осторожно присел на корточке. — Он не шевелится, — шепотом проговорил юноша, боязливо трогая руку Алексея. Николай промолчал. — Эй, эй, чувак! — Алекс! Борис нащупал лицо мертвого товарища. Оно было влажным и куда прохладнее рук, и парень резко дернулся назад. — Алекс! — Перестань, — сказал Коля. — Он умер. — Как? — Он только что разговаривал, — прохрипел Борис. — Этого не может быть. У него был приступ. Но Боря словно не слышал его. Цепившись в плечи Алексея, он иступленно затряс безжизненное тело. — Хватит притворяться! Вставай! Вставай, придурок! — Боря, хватит! — рявкнул Николай. Он подполз на колени к юноше и обнял его, вдыхая исходящий от него кисловатый муторный запах. — Все! Все, Боря, оставь его. Я не... Алекс был классным парнем, но его больше нет, — с нажимом сказал Николай. Борис заплакал, уткнувшись в плечо юноши. — Я не хочу, не хочу, чтобы он умирал, — глотая слезы, проговорил он. — Тебе придется. — Придется это понять. Я, — Боря всхлипнул, часто обзывал его, и так и не попросил у него прощения. — Попроси сейчас, — говорят, — душа умершего еще несколько дней рядом. Она находится рядом с телом, — произнес Коля. Несколько минут они сидели, обнявшись, словно старые друзья, случайно встретившиеся после долгой разлуки. — Ты боишься мертвецов? — тихо спросил Борис, отстраняясь от Николая. — Не знаю, — ответил Николай. Он закашлялся. — Я их мало видел. — А я видел. Мы с отцом ехали на дачу, я рассказывал. Помнишь? — Помню. Грузовик сбил байкера. Мотоцикл ударило об столб, его смяло, как фольгу. А мужика разорвало пополам, его кишки размазало метров на двадцать. — Борец. — Я никогда не думал, что внутренности не только красные, но и желтые. Потом мне отец сказал, что желтый — это слой жира, как это, прослойка. — Борец, хватит. Отец закрывал мне глаза рукой, но я вырвался. Я хотел смотреть. Меня Боря запнулся. Меня притягивало, как магнит. Вечером эту аварию показали в новостях. Мужика соскребали со сфа. — А если ты не заткнешься, я вышибу тебе зубы, — пообещал Николай. — Я не буду с тобой драться, — помедлив сообщил Борис. — Тогда заткнись. — Я хочу пить. Коля вздохнул. — Я тоже. Я смотрел как-то фильм. Забыл, как называется. Вновь зашелестел Борис. Его голос медленно тарил, как догорающая свеча. Там в пустыне люди заблудились. Так они верблюду шею проткнули из вены, пили его кровь. Николай медленно повернул голову в сторону, где, по его мнению, находилось тело Алекса. — Когда больше ничего не остается делать, что ж? Борис молчал, и это ему не понравилось. — Ты куда смотришь, Борец? — Никуда, — прошептал тот. — Ты смотришь на Алекса. Из глотки Бори вырвалось нечто похожее на карканье. Лишь спустя несколько секунд до Николая дошло, что его приятель смеется. — Тебе-то что? — Ничего. Он все равно умер, — заметил Борис, как будто открывая истину. Коля закрыл лицо ладонями и потер глаза. — Второй день без света. — Интересно, будем ли мы видеть после всего этого? — скользнула у него мысль. — Делай, что хочешь, — глухо промолвил он. — Только вспомни про одного мальчика, который хотел остаться чистым. Я тебя имею в виду. Борис снова закаркал. — Этот мальчик уже умер, — сказал он усталый и лег на маты. — Во всяком случае, на его месте сейчас другой человек, который хочет жить. — Эх ты, я пошутил, дурак. — Ты не умрешь своей смертью, борец, — промолвил Коля. — За твои шуточки тебя когда-нибудь убьют. — Ты оптимист, Колич. Когда-нибудь ты смотришь так далеко. — Что-то не так? — удивился Николай. — Все не так, — едва слышно откликнулся Борич. — Все не так. После Алекса будешь ты или я. Мы все останемся здесь. Мы сдохнем здесь, в этом вонючем колодце. Николай не стал спорить с приятелем. Он чувствовал, как силы быстро покидают его тело. Глотка напоминала выжженную солнцем пустыню. Виски пульсировали тупой болью. В легких что-то шумело и хлюпало, как осенняя слякоть под ногами. — Расскажи что-нибудь, — попросил Борис. — Все равно мы тут подыхаем. Коля долго молчал. Говорить не хотелось. Каждое слово отзывалось болью в висках. Оно было равносильно тяжелому ящику, который нужно было поднять на высокую полку. К тому же, кто такой этот борец? Борец-огурец. Самовлюбленный засранец, эгоист хренов. Зачем он будет перед ним стараться? — Расскажи. — Не отставал Борис. — Муха села на варенье, вот и все стихотворение, бурпал Николай. — Не, что-нибудь интересное. Коля задумался. Что в его жизни было интересного? Пожалуй, ничего особенного. Конечно, если не считать нынешние приключения, в результате которых они и его друзья оказались в колодце у старого психа. Впрочем, это вряд ли можно считать интересным. Это дерьмово, если честно. Дерьмово и офигенно страшно. — Ну? — Николай кашлял. — Ну, нехотя начал он. — Мне тогда было одиннадцать лет. Родители оставили меня с Леной дома. Ей было два годика. Я выглянул в окно и увидел ребят со двора. Один из друзей был на новом велике. И я решил, что ничего не случится, если я выйду на пару минут и поболтаю с ним. А заодно поближе рассмотрю велик. Я выскочил из квартиры и хлопнул дверью. И только оказавшись на улице, понял, что оставил Ленку одну. Ключи от квартиры остались внутри, а родители должны были прийти только вечером. — Ты козел! — сообщил Борис без каких-либо эмоций. Подумав, Николай не стал обижаться на слова приятеля. В сущности, Боря был недалек от истины. — Я побежал обратно и начал звонить во все квартиры. — возобновил он рассказ. Выбежали какие-то толстые старые тетки, начали ахать да охать. А я прислонил ухо к замочной скважине. Лена ходила по квартире и звала меня. Она была в растерянности. Приближалось время обеда, и ее нужно было кормить. Потом она начала плакать. Я успокаивал ее как мог, но она только кричала все громче и громче. А потом начала реветь во весь голос, и я не знал, что делать. В темноте раздался болезненный вздох Бориса. Я не мог больше этого выдержать. Она плакала так, что у меня внутри все обрывалось, как будто тебя тупой пилой распиливали. Так прошло минут сорок. Пока тетки советовались, как поступить, я незаметно вышел на улицу. Мы жили на третьем этаже. Я смог залезть на козырек подъезда, а потом по водосточной трубе залез в окно. Чуть не сорвался. Но я умел подтягиваться на турнике, и мне удалось забраться в квартиру. Лена стояла на кухне и держалась за свой обеденный стульчик. Я подбежал к ней и обнял ее. Ее личико было все красное и мокрое от слез. Я еле успокоил ее. Она рыдала так, что вся тряслась и икала. Моя сестра думала, что ее все бросили. Николай умолк, пытаясь воссоздать в памяти события тех дней, но перед глазами маячил какое-то бесформенное серое пятно. И что дальше? Свистящим шепотом задал вопрос Борис. Дальше? Ничего. Пришли родители, закатили мне скандал. Назвали меня безответственным эгоистом. Чуть ли не предателем. А потом вечером я подслушал их разговор. Мать была против моего поступка. Я имею в виду, когда я полез в окно. Она сказала, ничего страшного, если бы Лена проплакала ближних пару часов. А вот, мол, Коля. Коля, то есть я мог разбиться. Зато отец встал на мою сторону. За каждый свой косяк нужно уметь держать ответ. Вот что он сказал. Коля поступил так, как должен был поступить мужчина в сложившейся ситуации. Он вручал сестру. Эти слова я запомнил на всю жизнь. Вот так. Все? Уточнил Боря. Нет. То, что сейчас происходит, называется расплатой. Мы не должны были лезть сюда, борец. Это наш косяк. Пошел ты, корич, проскрепел Борис. Только не надо сейчас валить все на меня. Я и не валю, подумал Николай. Он перевернулся на правый бок, чувствуя, что этот небольшой рассказ окончательно вымотал его. Но сил злиться за это на Бориса тоже не было, тем более он сам принял решение поведать ему эту историю. Юноша закрыл глаза, представляя себе стакан холодной газировки или кваса. Стакан слегка запотевший, по его стеклянной поверхности не спеша ползет капелька воды. Квас тихонько шипит, крошечные пузырьки лопаются, и шапка пены медленно рассеивается. Он задремал с легкой улыбкой на бледном, изможденном лице. Борис безмолвно прислушивался к дыханию приятеля. Затем перевел взор в темноту. Кажется, Алекс лежит совсем рядом. Изо рта молодого человека высунулся кончик языка. Обведя им иссушенные губы, Боря встал на четвереньки и не спеша пополз вперед. Огромный черный пес налетел на Лену, словно товарный поезд, на полном ходу, и она отлетела назад неуклюжей куклой. Откуда-то слева метнулась рыжепегая собака и, класснув челюстями, вцепилась зубами в руку девочки. Лохматая дворняга утробная рыча сомкнула зубы на щиколотке правой ноги Лены и, тряся головой, начала тащить ее к клеткам. К собачьему вою добавился истошный детский крик. Псина, сбившая с ног девочку, уперла свои тяжелые, измазанные фекалиями лапы на грудь ребенка. На ее искаженное в крики личико потянул зловонный нить слюны. «Света! Коля! Помогите!» – рыдала Лена. «Мама!» Внезапный грохот над ее головой, казалось, разорвал весь мир на части, и безумная какафония, собачьего лая, визга и рычание оборвалась. Жесткие, царапающие лапы собаки убрались с груди Лены. Тут же последовал второй выстрел. Резкий, пронзительный визг, и нога девочки неожиданно стала свободной. Лена открыла мокрые от слез глаза. Злой дед, он был здесь. В мозгу девочки что-то резкое и отчетливо щелкнуло, она даже успела подумать, что это похоже на звук выключателя в папином гараже. Лена плавно погрузилась в спасительно обволакивающую темноту. Павел Сергеевич перезарядил двустволку и почти нецелес выстрелил в третью собаку, не выпускавшую из своей пасти руку девочки. Заряд картечи попал в глаз животному, почти пополам развалив череп. Собака рухнула, как подкошенная, дрыгнула задними лапами пару раз и затихла. Корнеев шагнул к лохматому псу, который крутился на месте, продолжая верещать от боли. В боку собаки зияла громадная дыра, откуда толчками хрестала кровь. Старик прицелился в раненое животное, но, передумав, обрушил на ее голову приклад ружья. Собака вздрогнула, ее тело обмякло, но окровавленная пасть продолжала беззвучно открываться, словно крышка шкатулки. Павел Сергеевич ударил снова. И еще раз. Лишь после четвертого удара тело псины перестало вздрагивать. Корнеев хмуро глядел застывших вокруг собак. «Не дошло еще до вас?» – процедил он. «Не дошло?» «Я здесь, главный. Я!» Небольшая серая дворняга, покрытая репениками, нервно тяпкнула, и старик мгновенно направил в ее сторону ружье. Пятясь задом, животное трусливо поползло в заросли травы. «Вот и хорошо», – выдохнул старик. Он поднял на руки Лену. Ее ручки и ножки беспомощно свесились вниз, из рваных ран капала кровь. Но шея и лицо девочки были нетронутыми, лишь платье перепачканное грязными собачьими лапами. Павел Сергеевич покачал головой. «Если надо, я убью вас», – объявил он, с ненавистью глядя на собак. «Убью всех. Не вынуждайте меня делать это раньше отведенного вам срока». Павел Сергеевич прошел на кухню и осторожно положил Лену на стол. Из подвешенной на стенке аптечки достал бинты марлю антисептики. Еще раз внимательно осмотрев кровоточащие конечности ребенка, сдвинул брови. Пожалуй, раны придется зашить, но прежде девочке необходимо сделать укол. Будет не очень хорошо, если вдруг она очнется от боли во время операции. После того, как укол был сделан, из отдельной хромированной коробочке Корнеев достал хирургическую иглу и пару упаковок с шелковыми нитями. Тщательно вымыл руки, после чего приступил к зашиванию ран. Когда все было готово, Павел Сергеевич бережно перенес тело Лены обратно в комнату. Светлана к тому времени уже очнулась и теперь стояла на четвереньках, размазывая по полу, вытекшую из уха кровь и с недоуменным видом тряся головой. «Кто? Тут есть». «Лена?» – спросила она. Голос девушки был сухим и отрывистым, будто каждое слово отсекалось остро заточенным лезвием. «И Лена тоже тут есть», – пропыхтел старик. Он погладил слипшиеся волосы Лены и подошел к Свете. «Все тут, дочка?» «Дочка?» – тупо переспросила Света. «Где я?» «И почему я ничего не вижу?» «Перед глазами темно. Что вы со мной сделали?» Корнеев присел на корточке и, вытянув вперед руки, задрал века девушки. Весь белок был залит кровью. Светлана вздрогнула, приприняв попытку отпрянуть, но тут крепко держал ее плечо второй рукой. Убедившись, что второй глаз тоже незрячий, Павел Сергеевич выпрямился. «Это твоя вина. Я вас предупреждал. В результате твоей выходки ты ослепла, а эту кроху чуть не загрызли собаки. Ты понимаешь, что наделала?» Губы девушки скривились. «Что вы делаете? Господи!» заплакала она. «Отпустите нас! Пожалуйста! Умоляю вас!» Она неуверенно поползла вперед, словно не замечая осколки стекла от разбитой лампочки под ладонями. Когда Светлана ткнулась головой в колено старика, словно котенок, Корнеев окинул ее суровым взглядом. «Ты хочешь пить? Или есть?» «Я хочу домой!» Сквозь слезы проговорила Света. «Почему вы это делаете с нами? Почему?» Она обхватила руками ногу старика, как попрошайка, но тут без особого труда разжал ее пальцы. «Потому что кончается нау, дочка», — мягко сказал хозяин дома. Он усадил Светлану на стол. «Лена!» Позвала девушка. Ее залитые кровью глаза часто моргали, напоминая две пульсирующие раны. «Лена!» «Не зови девочку!» «Она спит!» Резко перебил ее Павел Сергеевич. Его пальцы вновь потрогали шею. Рана еще кровоточила, но уже куда медленнее. Тем не менее, верхняя часть его рубашки покраснела от крови. Он быстро сходил на кухню, и когда вернулся, в его руках был моток коричневого скотча. Кряхтя он принялся обматывать липкой лентой девушку вокруг стула. Осознав, что с ней делают, Светлана зашлась в пронзительном крике, и старик схватил ее за волосы. «Еще раз крикнешь, я отнесу тебя к собакам», – зашипел он, а взапрокидывая ее голову. На виске пленницы торопливо билась голубоватая жрилка. «Не выводи меня из себя, пожалуйста». «Прошу вас», – прохрепела Светлана. «Очень прошу, не надо, надо». Когда он закончил работу, Света лишь едва слышно схлипывала. Корниев подошел к двери и обернулся. «Надеюсь, этот урок ты хорошо усвоила». В начале десятого вечера Анатолий приехал к дому Евгения. Трижды по сигнале встал ждать, уставившись прямо перед собой. Буквально через минуту ворота открылись, и наружу вышел Евгений. Кивнув в знак приветствия бывшему участковому, он сел в Ниссан, где Олег, по любопытству Анатолий, уже едет. Анатолий взглянул на циферблат водонепроницаемых часов, а громче всех кричал, торопил, в полголоса произнес сон. Евгений промолчал. Спустя несколько минут на дорожке, сверкнув в фарме, появилась бежевая Тойота. Притормозив в нескольких метрах от автомобиля Анатолия, из салона вылез Олег, облаченный в черные штаны и камуфлированную куртку. За плечом дачника висел зачехленный карабин. «Привет», – бросил мужчина, забираясь внутрь Ниссана. «Ты с ружьем», – констатировал Анатолий. Олег недобро взглянул на него. «Я иду за своим сыном». «Я тоже, знаешь ли, не за грибами собрался». Олег холодно усмехнулся. «Толя, ты собираешься забрать у меня ствол?» «Я вооружен», – коротко ответил бывший участковый и в подтверждении своих слов похлопал себя по левой стороне груди, там, где у него крепилась наплечная кобура с наградным пистолетом. «Не за чем устраивать лишний шум, мы не Берлин, идем приступом брать». «Карабин будет со мной», – тоном недопускающим компромисса заявил Олег и, взглянув в его мерцающие ярость у глаза, Анатолий промолчал. «Ладно, смотрите сюда». С этими словами он вынул из бардачка три продолговатые коробочки из плотного картона. Это ультразвук против собак. Направляете на псину и нажимаете кнопку в течение одной-двух секунд. Возникший сигнал достанет тварь на расстоянии до пятнадцати метров. Собаки его не выносят. Запомните, что направлять устройство нужно на конкретное животное, так как ультразвук не действует рассеянно. В результате собака постарается убраться прочь по добру по здоровому. «Для человека это хреновина не опасно?» – спросил Олег. – Нет. Человеческое ухо реагирует на звук, частота которого составляет порядка 20 кГц. Особенности собачьих ушей позволяют им воспринимать звук с частотой куда больше, почти в два раза. Но все равно друг на друга эти штуковины лучше не направлять. «Ясно. С собаками разобрались», – произнес Евгений. Осталось прояснить вопрос с людьми. «Я о Корнееве». «Но он не человек», – с нескрываемой злостью вмешался Олег. «Он не нормальный урод, место которого в дурдоме, а еще лучше на кладбище». «Олег, с точки зрения закона он обычный гражданин», – возразил бывший участковый. «И не мне тебе объяснять, что он имеет такие же права, как мы с тобой». «Он псих», – упорствовал Олег. «Ладно, поехали», – нахмурился Евгений. «Хватит сопли жевать». Анатолий повернул ключ зажигания. «Ты что-нибудь сказал жене?» – поинтересовался он у отца Николая. «Куда собрался?» «Да, не вижу смысла скрывать от нее наши планы». «Правильно», – вдруг сказал Анатолий, – «предосторожно здесь не помешает». «Дай-то Бог, чтобы дети нашлись», – подумал Евгений. Отвернувшись, он безмолвно уставился в окно. Свернув с грунтовой дорожки, автомобиль выехал на трассу и быстро набрал скорость. Трасса Дон М4, Краснодарский край, возле станицы Новоминская, 21.33. «Вот так», – сказала Лу, переводя дыхание. «Не поверишь, но никогда так много не трепалось», – Андрей переваривал услышанное. Он был потрясен, сопоставляя внешний вид его странной попутчицы и ее манеру себя вести с повествуемым ею рассказом. И, тем не менее, хрен нарыло, то есть факт налицо. Девчонка рассказывала, почти не заглядывая в тетрадь, будто считывая невидимый текст, отпечатанный в вечернем воздухе. И рассказывала, нужно признать, чертовски интересно. «Здорово», – только и смог выговорить он. Ему не терпелось услышать продолжение, но Лу умолчала, глядя в окно, а поторапливать ее почему-то он смущался. По неизведанной причине Андрей был уверен, что девушка сама должна решить, когда ей возобновлять рассказ. «Если вообще будет какое-то продолжение», – подумал он. Андрей взглянул на часы. «Половина десятого. Скоро они прибудут в Тимошевск и они распрощаются. Вероятно, навсегда. Почему-то от этой мысли мужчину охватила тоска, и он уныло вздохнул. «Ты можешь притормозить на пару минут, ковбой?» – голос Лу вырвал его из раздумий. «А? Конечно. Что случилось?» «Случилось», – ответила она и снова подмигнула ему с таинственным видом, как если бы речь шла о чрезвычайно секретном деле. «Я в кустике хочу». «Хм. Не вопрос», – помешкавшись сказал Андрей. Он сбавил скорость и, включив правый поворотник, свернул на обочину. Андрей смотрел, как Лу спрыгнул на асфальт и, проворно перебирая босыми ногами, направился куда-то в сторону. Наверное, ее ступни уже как подметки, зачем-то подумал он. Странные они эти неформалы. Он перевел взгляд на зеркало заднего вида. Лу, ничуть не смущаясь, спустила джинсы, чуть ли не до щикол, так и присела на корточки. Глядя на справляющую нужду девушку, Андрей внезапно почувствовал, как низ живота охватило странное тепло. «Интересно, как она выглядит без одежды», – неожиданно подумал он. Этот вопрос одновременно вызвал испуг и легкое возбуждение. «Черт, глупости все это, он ведь не маньяк какой-нибудь». Он снова взглянул в зеркало. Лу, усмехаясь, показывала ему средний палец. «Она видела, что я смотрю на нее», – пробормотал Андрей вслух. Между тем девушка выпрямилась и, нарочито медленными движениями, натянула джинсы обратно. Застегнув молнию, зашагала к кабине. «А ты извращенец-ковбой», – заметила она, устраиваясь на сиденье. «Извини», – буркнул Андрей, отводя взор. Он завел двигатель, и несколько минут они ехали молча. «Скоро ночь», – сказала Лу, мечтательно взглянув на темнеющее небо. Первые звезды вспыхивали, как сверкающие хрусталики. «И в моем рассказе тоже ночь». «А чем все закончилось?» Полурассеянно поправилась подавшая на плечи дреды. «Я не знаю, наверное, будет вторая часть». Лицо Андрея вытянулось. У него был такой вид, словно ему только что сообщили, что он перепутал трассы и все это время ехал не на юг в Тимошевск, а в Томск, на историческую родину Лу. Увидев выражение лица мужчины, девушка расхохоталась. «Видел бы ты себя в зеркале», – давясь от смеха хихикла она, – будто тебя понос между делом пробрал. «Ладно, я обшутила. Конечно, у этой истории есть конец. Вот только успею ли я? Как я поняла, мы уже на финишной прямой?» Да, только я выдавил из себя Андрей с недаемой противоречивыми чувствами. С одной стороны, он был рад, что продолжение этого удивительного рассказа все-таки последует. С другой, он не хотел, чтобы Лу высаживалась. «Может, подвести ее чуть дальше?» – подумал он. Сердце, словно учуяв мысли хозяина, заколотилось с удвоенной силой. «Все, хотела тебя спросить», – заговорила Лу. Она больше не смеялась. «А ты вообще часто берешь к себе хич-хайкеров?» «Хи-чего?» – не понял Андрей. «Ну, автостопщиков». «Боже, ну ты и тормоз!» – снова прыснул Лу. «Редко», – подумав, ответил мужчина. «Однажды я тоже хотел подвезти девушку. Пока она меня уговаривала подвезти, к машине незаметно подобрались ее дружки. Набили мне морду, забрали деньги и уехали на моей девятке. Их потом нашли, но машину мою они уходокали». «Бывает», – с многозначительным видом кивнул Лу. Андрей успел перехватить ее взгляд, в котором сквозило прохладное сочувствие. «Будто тебя пытается согреть зимнее солнце», – внезапно подумалось ему. «Ты смотрел фильм «Попутчик, ковбой?» там в главной роли Рутгер Хауэр. Между тем поинтересовался Лу. Андрей замотал головой. «Ну и чудненько», – одними губами улыбнулась она. «А то вообще меня не стал бы подбирать». Последние слова были произнесены так тихо, что Андрей едва их расслышал. И все равно ничего не понял. «Лады», – как в тумане донесся до него голос Лу. «Продолжим?» «Уже немного осталось. Ты готов?» Андрей посмотрел на нее. Янтарные глаза затягивали к себе, и он вдруг почувствовал себя крошечным насекомым. Ни к чему беспомощным жучком, который, привлеченный мнимым ароматом растения, на самом деле летит прямо в лапы опасной болотной твари, чьи колючие листья вот-вот сомкнутся над ним, полностью отрезая его от внешнего мира. Часть четвертая. «Хитрый – это паразит. Не заметишь, где сидит. И не больно так кусает, когда в кожу проникает». Елена Инкона Павел Сергеевич уже второй час сидел у окна. Если бы не мирно вздымавшаяся грудь старика, его можно было бы принять за высохшую мумию. Взгляд усталых, глубоко запавших глаз был бессмысленно тусклым. Такой же ничего не выражающий взгляд можно увидеть у старой сломанной куклы, которую давно выбросили на свалку, и теперь она лежит, равнодушно тарящаяся никуда, своими пластмассовыми и запыленными глазами. Ему пришлось забрать на чердак еще одного пса. На этот раз задача оказалась неожиданно сложной, собака вовсю упиралась и даже укусила Корнеева за ногу. Пришлось ему использовать специальный ремень с петлей, с помощью которого он, слегка придушив упирающиеся животные, смог втащить его наверх. Он вернулся в дом, но душераздирающий виск собаки все еще звенел в ушах. Теперь он смотрел в окно, а собаки, заприметив старика, из-под лобья наблюдали за ним. Эдакая игра в гляделки. И сейчас старик уже не был уверен в своей победе над своими четвероногими питомцами. Хотя какие они в задницу питомцы? Расходный материал вот так будет точнее, подумалось Корнееву. Когда малиновый край уходящего солнца коснулся костистых вершин елей, Павел Сергеевич глубоко вздохнул. Затем посмотрел на торчащие из-под стола ноги отравленного бомжа. Пожалуй, время пришло, сказал он, поднимаясь из-за стола. Корнеев засунул в карман трупа связку ключей от своего дома и водительского удостоверения. Мазнул взглядом по своим часам, которые он нацепил на бродягу несколько часов назад. Жаль, конечно, часы хорошие, но все должно быть реалистично. С Богом! Пробормотал старик и, ухватившись за ноги мужчины, поволок его наружу. Корнеев не стал убирать скатерть с головы мертвеца, он не хотел смотреть в лицо своего невольного гостя. Он достаточно наелся дерьма за последние дни. Мертвое тело всегда сложнее тащить, нежели живого человека, и Павел Сергеевич скрипел зубами от напряжения. Рана на его шее открылась, пропитывая наспех наложенную повязку. Собаки настороженно следили за стариком. Вытягивая свои черные влажные носы, они пытались учуять запах от странного субъекта, который с таким упорством тащил их хозяин. Да, зачастую он бывал неоправданно жесток, но при этом не переставал быть их хозяином. Павел Сергеевич остановился возле клеток. Вытер взмокший от пота лоб, поймав себя на мысли, что псы почему-то не стали жрать товарок, которых он пристрелил, спасая маленькую девочку. Старик обернулся, глядя на бесформенную кучу костей и рваной лохмотья шкуры. Все, что осталось от несчастной дворняги, которую он вчера разрубил топором. «Значит, ту шавку они сожрали, а этих не хотят?» «Интересно, почему?» «Ведь сейчас собаки еще более голодные». «Потому что они больше не будут есть своих сородичей», шепнул кто-то в его мозгу. «Они сожрут тебя вместе с костями, старый утырок. Так-то?» «Вы что, не хотите есть?» – спросил он с тревогой. «Ну, носком ботинка поляшки мертвеца. Или ждете десерт, а, дармоеды?» Собаки переминались с ноги на ногу, переводя взоры с хозяина на лежащее в траве тело. «Вот ваш ужин». Животные не тронулись с места. Старик хлопнул по лбу, убив присосавшуюся комара. «Что стоите? Стесняетесь есть без приборов?» Он хрипло захохотал. «Режим питания нарушать нельзя, ребята. Ешьте. Причем так, чтобы этого парня нельзя было опознать», добавил Корнеев. Псы продолжали молча глядеть на хозяина, и Павел Сергеевич почувствовал, как откуда-то из глубины медленно поднимается волна испепеляющей ярости. «Не хотите?» «Хорошо. Я постараюсь раздразнить ваш аппетит». С этими словами Корнеев вынул из кармана перочинный нож и, присев, взялся за кисть бродяги. Запах крови, пусть и свернувшийся, должен побудить псов к более активным действиям. Глубоко вонзив лезвие в локтевой сгиб, он потянул его на себя, распарывая плоть до самого запястья. Взрыхленная рана тут же заполнилась кровью, и сразу же вслед за этим раздался хриплый вопль. Вопль, в котором смешалась боль и изумление. Корнеев отпрянул в священном ужасе, глядя на дергающийся труп. Собаки засуетились, а две особо любопытные псины приблизились к телу бродяги. — Как же, как же так? — прошептал убитый старик. — Я ведь все правильно рассчитал. — Значит, неправильно, раз влитой в водку дозы оказалось недостаточным, — возразил внутренний голос. Между тем бомж, не переставая кричать, сорвал с лица скатерть. На корне его уставилась отекшая физиономия с раздявленным ртом. — Ты что, попутал, что ли, падла? Урою нахрен! — брызгая слюной, визжал он, пытаясь встать на ноги. Первым порывом Павла Сергеевича было шагнуть к бродяге и одним ударом ножа закончить начатое, но в его бок что-то ударило. Он пошатнулся, пропуская вперед серую псину. Плязгнув зубами, она прыгнула на сидящего в траве мужчину и то, взмахнув руками, прокинулся на спину. Это было равносильно сигнальному выстрелу на старте, и вся свора собак ринулась на внезап начнувшуюся бедолагу. — Нет, 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 не надо! — закричал бомж, тщетно пытаясь закрыть лицо руками. Мощные челюсти сомкнулись на пальцах одной из них, послышался хруст, и по руке мужчины побежали новые струйки крови. Светло-коричневая овчарка, оттолкнув тощую дворнягу, вгрызась в пах бродяги. Его пожирали заживо, пожирали торопливо, яростно, словно боясь, что лакомые части ужина достанутся другому сородичу более сильному и наглому. Когда из горла был вырван клок плоти, крики перешли в хлюпающий хрип, а вскоре затих ион. Старик не стал дожидаться окончания жуткой трапезы и заковылял к дому. — Лена, Леночка, ты здесь? Света подвигала руками, пытаясь ослабить липкую ленту, которой она была примотана к стулу, но все было бесполезно. Она снова позвала девочку, но та молчала. Может, старик забрал ее? Светлана старалась держаться, даже несмотря на то, что их трюк с лампочкой с треском провалился. Впрочем, этот сумасшедший старик сразу раскусил их. Если бы не странный шум наверху, вряд ли дело дошло бы до схватки. — Да, может, он и скрутил бы Свету, но уж точно не стал бы бить ее. — Я накажу вас, — пронеслись в ее памяти слова хозяина избушки. — Теперь-то какая разница? — над треснутым голосом проговорила она. Света с ужасом чувствовала, как паника медленно, но неумолимо вонзает в ее внутренности свои кривые когти. С того момента, как она пришла в себя, ее голова буквально раскалывалась от боли. Ей казалось, что ее черепную коробку вскрыли без наркоза и теперь неторопливо выковыривают мозг, ложка за ложкой. Но еще больше Светлана пугала ощущение полнейшей слепоты. Она хлопала веками, как глупая кукла с испорченным механизмом, но результат оставался неизменным — темнота. Абсолютно ровная, безысходная темнота. И жуткий страх, заставляющий ее кровь стынуть в жилах, превращая в хрусталики багрового льда. — Я не ослепла, — твердила про себя девушка. — Этот старик просто сильно ударил меня, разбил брови. — Это кровь. Обычная кровь. Она залила мне глаза, вот поэтому я ничего не вижу. Она повторяла эти слова вновь и вновь, стараясь не обращать внимания на простой и очевидный факт. Если ее лицо залито кровью, почему она этого не чувствует? Где сама кровь на лице? Ее не было. Зато безумно болела голова, и помимо вскрытого черепа у Светланы возникало ощущение, что где-то внутри, в районе носоглотки у нее зреет громадная шишка вроде опухоли, из-за чего ее лицо начинает раздуваться наподобие воздушного шара. — Лена? — жалобно позвала она, но девочка не откликнулась. — Если, конечно, Лена была здесь. — Лена, сестра Коли. — Коля. — Коля, господи, прошло всего пару дней, а Светлане казалось, что минуло лет двадцать. А ведь еще и дня три назад они загорали на пляже, купались и дурачились, весело болтая о всякой чепухе. Теперь прошлое представлялось ей не более чем пыльным альбом, где у большинства пожелтевших фотографий отклеивались края, изображенные на них лица, похожие на выцветшие от времени пятна. Слезы закапали из невидящих глаз девушки. Склонив голову на грудь, она тихо всклипывала. Светлана пыталась нарисовать в своем воображении машины с полицейскими. Много машин, и все они с включенными мигалками спешат им на помощь. Она буквально воочию видела, как ломается дверь, старика заковывают в наручники, а ее мама, плача от радости, освобождает ее, вытирая кровь с ее глаз, и она снова может видеть. Постепенно девушка задремала. Она пришла в себя от того, что кто-то робко дергал ее за локоть. Светлана открыла глаза, едва удерживаясь от крика, снова тьма. Так же, как и было до пробуждения. — Кто это? — хрипловатым голосом спросила она. — Лена? — Света, меня вырвало, — услышал андражащий голос девочки. — У меня кружится голова, а еще сильно болит рука и нога, они почему-то в белых бинтах. Меня укусили собаки. — Собаки? Ты была на улице? Я убежала, и меня покусали собаки. А сейчас я проснулась и меня вырвало. — Что с твоей рукой и ногой? Кровь идет? — помедлив, девочка ответила. — Нет, там бинты. Старик постарался, — подумала Светлана. — Света, я хочу домой. Где моя мама и папа? Когда мы уйдем отсюда? — Я тоже хочу домой, — едва не срываясь на крик, произнесла она. Собравшись с духом, она задала вопрос, не дающий ей покоя. — Лена, что с моими глазами? После непродолжительной паузы Лена ответила. — Они все красные. — У меня кровь на лице? — Немного из уха. — А глаза? — Просто красные глаза. Они немного страшные, Света. Я боюсь смотреть в них. Ты меня видишь? — Нет, — хотела закричать девушка. — Я ничего не вижу, потому что ослепла. Сглотнув подкатившийся комок, она выдавила. — Пока нет, но я надеюсь, что скоро смогу видеть. — Хорошо, — с облегчением сказала девочка. — А то я боюсь, когда ты так на меня смотришь. — Леночка, ты должна помочь мне. — Как? — испуганно спросила Лена. — Попробуй развязать меня. — Девочка замолчала. — Лена? — Леночка, ты слышишь меня? — Мне страшно. — А вдруг этот дед опять придет? — заволновалась девочкой. — Я не хочу. Он опять тебя ударит. И меня тоже. Я не хочу, чтобы у меня были такие же глаза. — Лена? Светлана почувствовала, как по щекам вновь побежали слезы, и она прикладывала последние усилия, чтобы не разреветься. — Лена, если мы не убежим отсюда, этот человек сделает нам очень больно. — Больно? — с испугом переспросила Лена. — Он нас убьет? — Не знаю. — Думаю, что нет. — Но ты должна понимать, что иногда смерть не самая страшная, — тщательно выговаривая слова, промолвила Светлана. — Ты уже взрослая девочка и должна понимать. — Я попробую, — прошептала девочка. — Только… — Что? — Пожалуйста, не смотри на меня. — Я боюсь. — Я боюсь, когда ты на меня смотришь. — Хорошо. — Потухшим голосом пробормотала Света. Она внезапно почувствовала, как внутри оборвалась какая-то очень важная струнка. — Струнка последней надежды. — Я закрою глаза. — Старик вышел во двор, когда уже стемнело. Сделал несколько шагов, напряженно вглядываясь в бесформенно черневшую массу на траве, в которой едва угадывалась человеческая фигура. Все, что осталось от бедолаги, волей судьбы, оказавшуюся у него вчера ночью на пути. Собаки лежали, положив полусонные морды на лапы. Приоткрыв веки, они безучастно наблюдали за хозяином. Корнеев не мог не заметить, что почти у всех его питомцев морды вымазаны черной засохшей коркой. — Кровь. — Привет, Паша, — поздоровался старик с трупом. Он поморщился, ощущая, как в голову ударил резкий запах. Да, вонь свернувшейся крови, сырого мяса и дерьма, не самый лучший аромат, но выбирать не приходилось. Включив светодиодный фонарик, он направил яркий луч на останки бомжа. Цокнул языком и удовлетворенно кивнул. Хозяин чем-то разозлил собак, и они в порыве ярости разорвали его на части. Такое иногда случается. Почти вся плоть с лица забулдыги была обглодана. Как и руки, точнее пальцы. Теперь идентифицировать этого неудачника будет сложной задачей. — Ты плохо выглядишь, Паша. Но все равно тебе предстоит еще одна работа, — сообщил Пал Сергеевич. — Слышишь? Тебя должны похоронить, как Пашу Корнеева. Постарайся убедить в этом людей, которые скоро будут здесь. Возможно, тогда меня не будут искать. А если и будут, то не сразу. Он взглянул на чердак, и по его лицу скользнула тень тревоги. Время поджимает. Нужно поторопиться. Правда, не все в данной ситуации зависело от него, и эта непреложная истина сильно раздражала пожилого мужчину. Даже не раздражала. Это вызывало дикую, неконтролируемую злобу. Но кроме злобы в последние часы начал просачиваться страх. Медленно, разворачиваясь внутри по спирали, словно кольца змеи, он заполнял с собой каждую клетку его вымотанную от усталости организма. Слишком долго все тянется в этот раз. И больше всего Павла Сергеевича пугало то, что выход на чердаке окажется несоразмерно меньше, чем того требует ситуация. Она может застрять. И он даже боялся думать, как решать эту проблему. Судя по всему, у него есть еще час. Хорошо. Он загрузит кое-какие вещи, необходимые ему в дороге, в кабулку, после чего даст воды этим трем клоунам в подвале. И лишь потом он уедет. А еще нужно не забыть. Внезапный вой за воротами смешал все мысли, и старик, затарив дыхание, замер. Его четвероногие сторожа, находящиеся снаружи, явно что-то учуяли. Подойдя к воротам, Павел Сергеевич щелкнул замком и осторожно выглянул наружу. Медленно вышел, вглядываясь в лесную тропу. Потом обернулся, глядя на собак. Халь, процедил он, и псы нехоти заткнулись. Старик быстро отвязал собак. На свободе от них больше пользы, и Корнеев не боялся, что псы разбегутся. Они слишком привыкли к этому дому. А если убегут, так тому и быть. У него хватит сил справиться самому с возникшей проблемой. Несколько секунд он молча смотрел в темноту. Где-то вдалеке среди ветвей тускло мелькнули два огонька. Мелькнули и тут же погасли. Фары. — Значит, никак не угомонитесь, — задумчиво прошептал Павел Сергеевич. — Что ж, и детки под стать родителям. Так и быть, приму гостей. С этими словами он зашел обратно на участок, аккуратно закрыв за собой дверь. Он устроит этим поздним гостям достойный прием. — Остановись здесь, — сказал Евгений Анатолий. — Мы и так слишком близко подъехали. — Тебе охота переться пешком? — покосился на него Олег, однако, к удивлению мужчины, Анатолий не принял его поддержку. — Женя прав, — кивнул бывший участковый. — Лучше перестраховаться. Дальше двинем на своих двоих. С этими словами он достал из небольшого пакета три черных шапочки с прорезями для глаз. — Держите. Евгений с недоумением уставился на балаклавке. — Это еще зачем? — Затем, — терпеливо сказал Анатолий. — Понимаешь, Женя, если старик окажется чист, то мы незаметно свалим, как будто ничего и не было. Никто никогда не докажет, что мы побывали у него в гостях, и нам удастся избежать неприятностей. — Мне не от кого прятать свое лицо, — с угримой решимостью проговорил отец Николая. — Ладой не стал спорить Анатолий. — Тогда останешься в машине. — Это почему? — Объяснил популярно, для особо одаренных, — сквозь зубы произнес бывший участковый. Он был явно раздражен, что ему приходится терять время на подобные разъяснения. — Если ты считаешь, что мы сейчас постучим в ворота, и старик нам откроет дверь, вежливо приглашая проверить свои владения, ты глубоко заблуждаешься. — На самом деле все будет выглядеть так. Мы войдем внутрь, скрутим старика, и пока один из нас будет его охранять, двое других обследуют его избушку. — Ясно? Другого пути нет. Только быстрый и жесткий напор. Время сюсюх и недавно прошло. — Женя, а может, тебе и правда посидеть в машине? — осведомился Олег. Его голос был проникнут презрительной снисходительностью, мол, что с тебя взять. Он взял из рук Анатолия балак лавку и натянул ее на голову. — Я не трус, — побледнев сказал Евгений. — Но все это с каждой минутой выглядит, как какое-то мерзкое гнилое дельце. — У Корнеева есть престарелая мать. Ее мы тоже скрутим? — Ишь ты, праведник, вылескался, — ухмыльнулся Олег. По мне, так я Богу по яйцам дам, если он у меня на пути встанет. И пока мы твоих детей будем вытаскивать из задницы, ты сиди, разбирайся со своей совестью. — Олег, следи за языком, — не выдержал Евгений. — Парни, хватит, — прорвал мужчина Анатолий. — Сцепились, как шапки. — Кстати, мать этого собачника может быть в курсе делишек своего сыночика. Так что она в любом случае свидетель. — Короче, Женя, ты идешь? Надевай шапку, потому что других вариантов нет и быть не может. — Иду. — Вот и ладно, — похвалил его Олег. Он проверил затвор карабину, сунул в нагрудный карман ультразвуковое устройство и вышел из автомобиля. — Ну, с Богом! — проворчал Анатолий. Он быстро надел шапочку, расправив на висках складки. Евгений вылез из машины последним и сколотящимся сердцем вперил взор, виднеющийся сквозь ветви забор. Возможно, от детей его отделяет всего несколько метров. Нацепив балаклавку, он последовал за мужчинами. Не доходя до ворот метров двадцать, Анатолий посветил фонарем. Прыгающий луч выхватил из темноты несколько собак. Они бесцельно бродили вдоль забора, но, увидев желтое пятно света, псы заволновались. Одна из собак залаяла, к ней тут же присоединились сородичи. — Приготовьте ультразвук, — полголоса велел бывший участковый. — Без паники, направляйте в конкретную дворнягу. Они вышли на дорогу, каждый держал в руке устройство для отпугивания собак. И как только расстояние между людьми и животными сократилось до десяти шагов, мужчины одновременно нажали на кнопки. Здоровенная псина метнулась к ним и тут же заскулив отпрянула. Мотнув лохматой головой, собака кинулась прочь. Та же участь постигла светло-серую овчарку. Еще две собаки застыли на месте и взвизгнув бросились в разные стороны. — Хорошая штука, — шептом похвалил ультразвуковое устройство Олег. — Быстрее, присаживайся на корочки, и я встану тебе на плечи. — Потом я подам тебе руку, — скомандовал Анатолий, — а ты поможешь забраться Жене. Менее чем через минуту они преодолели забор, с головой окунувшись в зловонный туман отходов собачьей жизнедеятельности. Тут же, угрожающе ворча, их начали медленно окружать черные тени, и в ход вновь пошел ультразвук. Псы стремительно заметались в тщетной попытке поскорее покинуть свое привычное место обитания, которое по неизвестной им причине в одну секунду стало столь некомфортным и даже опасным. Собаки в панике дергались из стороны в сторону, как пойманная в сеть рыба. Некоторые, жалобно поскуливая, жались к забору, две твари царапали входную дверь, просясь в дом, но не дождавшись шмыгнули в траву. Отвратительный, жуткий звук сводил с ума напуганных до смерти собак, казалось, он рассверливал мозг, словно дрель. Фу, ну и вонь тут, сморщил нос Олег, дед вообще-то никогда не убирал. Будьте внимательны, шептал Анатолий, ультразвук действует недолго. С чего начнем? Конечно, с дома, сказал Евгений. Олег и Анатолий взглянули на избу. Ни в одном из окон не горел свет. Я проверю это, сказал Олег, указывая карабином в сторону пристройкой. Кажется, это гараж. Нет, прошепел Анатолий, никто не разделяется. Идем все вместе. Подождите, поднял руку Евгений. Он направил фонарь в сторону пустых клеток и луч дрогнул, уткнувшись в полуобглоданный скелет. По торчащим, словно зубья расчески, ребрам скользнула крупная крыса, скрывшись в траве. Хрен на себе, только и смог вымолвить Анатолий. Он медленно подошел к трупу, освещая его фонарем. Олег издал булькающий звук. Кто это выдавил он из себя? Он старался не смотреть на мертвеца, но его голова, помимо собственной воли, вновь и вновь проворачивала в сторону дикого, невообразимого зрелища. Это тот самый старик? Корнеев? Я не знаю, хрипло ответил бывший участковый. Он выглядел ошарашенным. Это может быть кто угодно, в том числе и Корнеев. Надо звонить в полицию, вмешался Евгений. Живот скрутили рвотные спазмы, он отвернулся не в силах смотреть на безображенный труп. Сначала найдем детей, упрямо заявил Олег. Когда было нужно, полиция ко мне повернулась жопой. Нафиг ментов. Мы позвоним в полицию, сказал Анатолий. Как только… Внезапный шум в сарае не дал договорить бывшему участковому. Все трое безмолвно уставились на старую обветшалую постройку. «Помо… Помогите…» – прохрепел кто-то с давленным голосом. Анатолий вынул из кубуры пистолет и, бесшумно ступая, направился к сараю. «Пожалуйста, скорее…» – взмолился тот же голос. «Он связал меня…» Евгений перехватил взгляд Олега. Отец Бориса провел тыльной стороной ладони по глазам, как если бы снимал невидимую заслонку, после чего тоже двинулся за бывшим участковым. Анатолий остановился у входа и, сняв пистолет с предохранителя, толкнул дверь ногой. Три ярко-желтых луча прорезали тьму, высветив облезлых куриц, испуганно сбившихся в кучку. В самом углу сарая стояла инвалидная коляска, на которой восседала укрытая пледом фигура. «Пожалуйста…» – протянул человек, не поднимая головы. «Кто вы?» – спросил Анатолий, нахмурившись. «Покажите лицо…» «Он… избивал меня…» – шепотом произнес человек в коляске. «Откройте лицо…» – повысил голос бывший участковый. Человек в коляске не реагировал. Он заплакал, еще больше сгорбившись. Анатолий шагнул вперед, и споткнувшийся, валявшийся обломок доски непроизвольно выргался. Олег нервно облизал губы, которые почему-то стали сухими и шершавыми. Он машинально щелкнул затвором карабина, досылая патрон в патрон. И лишь Евгений увидел, как сидящий в коляске человек едва заметно шевельнулся. Промелькнула жилистая рука, молниеносным движением сорвав плед, и на торопевших мужчин уставилась двустволка. «Ку-ку, придурки!» – шепнул человек в коляске, и тут же последовали выстрелы. Первый заряд картечи попал в горло Анатолию, взорвав кадык и раздробив шейный позвонок. Взмахнув руками, бывший участковый рухнул на спину с практически оторванной головой. Огонизируя его, указательный палец нажал на спусковой крючок наградного ПМ, и пуля с хлопком ушла в потолок, пробив в старом шифере, которым была настелена крыша, аккуратную маленькую дырочку. Спустя секунду прогрохотали еще два выстрела. Корнеев и отец Бориса нажали на спусковые крючки почти одновременно. Олега отбросил назад с такой силой, что он впечатался спиной в стену и медленно сполз вниз. Хрипя и елозя, он пытался зажать руками расползающуюся плоть, но пальцы лишь скользили в липкой крови, толчками выплескивающиеся из огромной разверсты раны на животе. Заряд крупной дроби, выпущенный с карабина Олега, тоже достиг цели. Инвалидная коляска со скрипом развернулась, и старик без звука повалился на дощатый пол. В воздухе запахло едким дымом. Несколько секунд Евгений просто стоял и тупо смотрел на валяющиеся тела. Его рассудок, простого городского обывателя, верного мужа и отца двоих детей, явно не был приготовлен к подобному развитию событий, хотя гипотетически мужчина настраивал себя на что-то похожее. Происшедшая только что бойня буквально выбила почву из-под его ног. Наконец, мозг Евгения, оправившись от шока, вновь заработал. Он посветил в залитое кровью лицо Анатолия. Голова бывшего участкового была развернута в сторону двери, из-за разорванных артерий хлистала кровь. Евгений понял, что пульс проверять у своего соседа не имеет смысла. Он перевел прыгающий в руке фонарь на Олега, который стаскивал с себя маску. Хлюпая, он выдувал розовые пузыри и пытался встать. Из разорванного живота выглядывала петля кишок. — Женя! — Женя! — промычал он. Выпученные глаза раненого уставились на Евгения. — Где он? Отец Николая, превозмогая тошноту, приблизился к Олегу, которому наконец удалось подняться на четвереньки. — Надо вызвать скорую, — хрипло сказал Евгений. — Потом. — Где Борька? — Где наши дети? — Я не знаю. Станая и упираясь в стену сарая руками, Олег медленно выпрямился. Его ноги подкашивались, походные брюки с множеством карманов, которые он надел на вылазку, стремительно набухали от крови. — Где дети? — проревел он. Евгений посмотрел на старика. Отбросил носком ботинка скомканный плед, осветив фонарем неподвижное тело Корнеева. Правая рука неестественно вывернута вбок, в месте локтевого сгиба сырой желеобразный фарш, в котором белели осколки костей. — Он жив, — проговорил Евгений. — Ранен, но жив. Склонившись над хозяином дома, он с силой хлопнул его по щеке. Голова старика вяло мотнулась, морщинистые веки чуть приподнялись. — Ну же, приходи в себя, мразь! — прошипел Евгений. Он отвесил старику еще одну пощечину, и тот открыл глаза. С губ сорвался протяжный стон. — Где дети? — отвечай! — крикнул Евгений, снова ударив Павла Сергеевича. Кулак попал в верхнюю губу, расплющив ее об зубы старика. Показавшаяся изо рта кровь была похожа на стройку нефти. — Женя! — позвал Олег. Он стоял, держась руками за стену. — Ты здесь? — здесь! — пробурчал отец Николая. — Зачем вы пришли? — сплевывая кровь, спросил старик. Он смотрел на Евгения ясным и четким взглядом. — Где наши дети? — в бешенстве прорычал Евгений. — Они ведь здесь. Где ты их спрятал, тварь? Ослепленной ненавистью Евгений не заметил, как левая неповрежденная рука старика мягко скользнула к кожаному ремню. — Отвечай! — Где они? — Они уже потеряны для вас! — вздохнул старик. В следующее мгновение правый бог Евгения пронзил ошеломляющую боль. Воздух в легких, казалось, стал раскаленным, раздуваясь внутри огненным шаром. Дыхание сбилось. Он замолчал, и тяжело дыша скосил взор, пытаясь разглядеть, что же явилось причиной такой боли. В сумерках мелькнула рукоятка ножа. — Же-я! — раскрипел Олег. Ноги мужчины подогнулись, и он, не удержавшись грузно, осел на пол. Рана на животе расширилась, и теперь мокрый клубок внутренности лежал у него на коленях. От него, словно только что от приготовленного ужина, в прохладных ночной воздух поднимался пар. — Ты... — начал Евгений. — Боль в боку монотонно пульсировала, будто внутрь запихнули ежа, и теперь зверек отчаянно барахтался внутри, нестерпимо царапаясь своими острыми иглами. Старик ухватился за рукоятку ножа. — А я ведь могу перерезать тебе горло, дачник, — поведал он Евгению, словно сообщая некую пикантную подробность из своей личной жизни. — И никто из вас не покинет моего сарая. Евгений развел в сторону руки, вцепившись в запястье Корнеева, сжал пальцы. Старик охнул, из разлохмаченной раны на простреленной руке полилась свежая кровь. Теперь отец Николая видел, что рука Корнеева держится на мышцах и коже. Кость была раскрошена картечью. — Бери руку с ножа, — приказал Евгений. Он чувствовал, как ткань куртки пропитывается горячей кровью, продолжающей вытекать из раны. — Зачем вы пришли сюда? — прошелестел старик. Его пальцы, обхватывающие рукоятку ножа, разжались. — Зачем вы все приходите сюда? — Почему вы не оставите меня в покое? — Где дети? — закричал Евгений, теряя последние остатки самобладания. — Где дети, сучий выродок? Или у тебя нет матери, чертов урод? Старик ухмыльнулся, обнажая крупные желтые зубы. — Где? — хрипел Евгений. Он принялся трясти Корнеева, словно нашкодившего щенка, но тут лишь продолжал загадочно ухмыляться. — Где? Где наши дети, гадина? Раздался негромкий хруст. Что-то влажно щелкнуло, и старик вздрогнул. Его зрачки расширились, как у наркомана после дозы, и он качнулся вперед, чуть не завалившись на Евгениях. Тот, в свою очередь, отпрянул с тупым недоумением, глядя на окровавленную руку, которую он продолжал остервенело сжимать. Пальцы на ампутированной конечности растопыли, словно паучьи лапы, затем скрючились, судорожно сжавшись в кулак. Павел Сергеевич поднял вверх разлохмаченную культю, с которой капала кровь. — Вы точно такие же, как и ваши дети, ублюдки. Евгений с размаху ударил оторванной конечностью по лицу старика, оставив на его щеке кровавую кляксу. — Я оторву тебе вторую руку, старый дырявый гондон, а потом ноги. Где дети? Он бил Корнеева наотмашь его же собственной рукой, крича и брызгая слюной. — Женя! — устало произнес Олег. Дрожащими руками он безуспешно пытался запихнуть в изувеченный живот липкие петли кишок, но они все время выскальзывали, будто облитые маслом. — Кончай с ним. Время уходит. Я сдохну. Я должен увидеть, что с детьми. Евгений отполз назад. С отвращением швырнул в угол сарая оторванную руку. Лихорадочный мечущийся взгляд выхватил из темноты пистолет, который все еще сжимал Анатолий. Садя сквозь зубы проклятья, он пополз к нему. Раскаленный шар, зародившийся в правом боку, продолжал угрожающе раздуваться, и раненому мужчине начало казаться, что еще вот-вот и он лопнет, взорвется, разлетевшись на кровавой ошметке. — Может, стоит вытащить из раны нож? Подумав, Евгений решил, что не будет делать этого. — Если извлечь лезвие, кровотечение только усилится. — Ты где, Женя? — стараясь по сторонам спросил Олег. Из уголка рта умирающего мужчины побежала стройка крови. — Я рядом, — выдохнул Евгений. Он не без труда вытащил из руки бывшего участкового пистолет и пополз обратно. Между тем старик поднял с пола двустволку и положил ее на колени, пытаясь выудить из кармана патрон. — Нет, — покачал головой Евгений. — Убери ружье, идиот! Обхватив двумя руками пистолет, он направил ствол в лоб старика. — Я буду отстреливать от тебя по куску, пока ты не скажешь, где дети. В ответ послышалось простуженное карканье, и отец Николай не сразу сообразил, что это, очевидно, означает смех. Он перевел ствол ПМ в культю старика и, глубоко вздохнув, нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и старик закричал. На желестом бицепсе появилось маленькое отверстие, из которого побежал алый ручеек крови. — Где наши дети? — выплевывая каждое слово, повторил Евгений. — Убей меня! — прохрепел старик. Его измазанное кровью лицо было похоже на маску дьявола. — Убей! И никогда их не увидишь! Некоторое время они сверлили друг друга взглядом. Искаженные от боли и ярости лица мужчины деляли лишь несколько сантиметров. — Отведи меня к ним! — Отведи, старик! Прекратим этот ад! — прошептал Евгений. Он устало отстранился, с трудом поднявшись на ватные ноги. Старик визгливо рассмеялся. — А кто его начал, парень? — Кто все начал? — спросил он. В глазах пожилого мужчины появились слезы. — Вы пришли ко мне, как преступники, в масках, с оружием в руках. Вы пришли убивать. Мы пришли за детьми. Глядя на мокрое от слез лицо старика, Евгений неожиданно почувствовал, как его собственные глаза наполняются влагой. — Пожалуйста! — Что бы они тебе не сделали! — Верни нам детей! — взмолился он. — Пожалуйста! Кряхтя, старик начал подниматься. Вытекающая из покалеченного обрубка кровь образовала на полу большую лужу. — Ты сказал про ад, — медленно промолвил Павел Сергеевич. — Что ты знаешь об этом? — Ничего. Ад бесконечен. И когда… — Когда тебе кажется, что вот оно, самое дно, открывается новый уровень ада. — Ад! Огромен! Настолько огромен, что ты даже не можешь представить себе! Евгений вытер глаза. Теперь он испытывал странную робость за минутное проявление слабости. — Веди меня к детям, иначе оторванная рука покажется тебе пустяком! — сказал он. Ковыляя, старик потащился к выходу. Шаркая с топтанными ботинками, он прошел мимо сидящего на коленях Олега, который оставил бесплодные попытки заправить кишечник обратно, теперь просто сидел, безмолвно пялись в пустоту. — Женя! Я с вами! — прошептали его синеющие губы. — Не бросай меня здесь! — Я вернусь, — глухо отозвался Евгений. — Держись. Я скоро. Неостороженным движением локтя он задел рукоятку ножа, торчащего сбоку, и вскрикнул от боли. Ему было страшно смотреть на свою рану. А ведь он ранен. Серьезно ранен. Может быть, он даже умирает. Но одно дело видеть дырку в своем теле, из которой по капле вытекает жизнь, и совсем другое — догадываться об этом. Лучше он не будет смотреть туда. И вообще. Он в состоянии двигаться, и он находится в сознании, а это главное. Но рано-рано, и куда больше Евгения страшило то, что этот старый демон мог сделать с детьми. Потому что человек, без раздумий расстрелявший двоих и чуть не зарезав третьего, безумен. Абсолютно безумен. — Женя… Евгений обернулся. Олег невидяще смотрел прямо перед собой. — Не дай ему себя обмануть. Ничего не ответив, отец Николая, качаясь от слабости, последовал за ковыляющим стариком. Тот направлялся к лестнице, ведущей на чердак. — Господи, спаси моих детей. Я отдам все на свете, пусть только с ними будет все в порядке, — молился Евгений. Прошла минута. Олегу чудил, что миновало несколько столетий. Во рту почему-то стоял солоноватый привкус, хотя глотка была суха, словно облицованный наждаком колодец. Мужчина не знал, что изо рта у него течет кровь, как и то, что смертельно ранен. Ему хотелось верить, что его лишь слегка зацепило дробью. И он продолжал убеждать свой тускнеющий мозг в этом, хотя его руки, судорожно зажимающие из решеченной развороченной дробью живот из-за обильного кровотечения стало похоже на перчатки из красного латекса. Каждой клеткой своего некогда сильного тела он чувствовал огромную усталость. Единственное, чего хотелось – лечь и больше не вставать. Отдохнуть. Впрочем, внутренний голос шепнул, что если Олег ляжет, он больше никогда не поднимется. Никогда. Он неожиданно вспомнил про бывшего участкового, соседа Евгения. – Толя! – Толя, ты здесь? – над треснутым голосом позвал он. Вместо ответа он услышал, как где-то в углу тревожно завозились куры. – Толя! Анатолий не откликался. Не было Евгения. – Ах да, он ушел куда-то с этим старым психом. – Зачем я отпустил Женю одного? – в отчаянии подумал Олег. – Надо было идти с ним. Моргая, он повернул голову в сторону выхода. – Нужно взять карабин и пойти следом за ними. Олег медленно развернулся, встав на карачки. Сизые петли кишечника соскользнули с колена, словно громадная медуза влажно шлепнулись на грязный пол. Он осторожно пополз вперед. Вывалившиеся кишки волоклись следом, к ним тут же прилипала грязь и пыль. Одна из петель зацепилась за кусок доски, об которой споткнулся Анатолий, и он, сдрогнув, застонал от невыносимой вспышки боли. Ругаясь и плачь, он вернулся, на ощупь отцепив внутренность от мешавшей доски, и тут же замер. Бледное лицо было похоже на рваный клочок тумана в сумерках. Ему показалось? Или? Или что? Кажется, он слышал какие-то голоса. Они шли откуда-то снизу, прямо из-под досок, которыми был выложен настил в сарае. Хрипло дыша Олег опустился прямо на пол. Его щека коснулась липкой каши из крови и пыли. – Ити, кто-нибудь, кто-нибудь нас слышит? – донесся до него слабый юношеский голос, и по телу мужчины прошла дрожь. Он еще плотнее приник к влажным от собственной крови доскам. – Боря! – Боря, сынок! – проскрепил он. В мозгу что-то щелкало и хрустело, как будто кто-то неспешно приближался, давя сапогами еловые ветки и шишки. – Помогите! – Боря! На мгновение воцарилась тишина, затем Олег услышал голос сына. – Папа? – Папа, мы здесь! Слезы счастья заструились по лицу умирающего. Трясущимися руками он принялся обследовать полно, дверцы, ведущую в подвал, не нашел. Или спуск в подвал был в другом месте, или входа в подвал вообще не существовало. Детей могли попросту замуровать внизу. От этой мысли из его глотки вырвался звериный вой. Олег вцепился в толстые доски, ища хоть малейший зазор, однако все они были прибиты плотно, одна к одной, словно умело выложенной парке. Наконец, ему удалось нащупать шляпки гвоздей. Он хрипел от бессилия, ломал ногти, сдирал до мяса подушечки пальцев, но все было бесполезно. — Нет, нужно как-то иначе. — Сынок, — прошептал он, — потерпи, я скоро. Было слышно, как Борис заплакал. — Папа, вытащи нас. — Конечно, конечно. Силы быстро покидали его. Багровая пелена, сгущавшаяся перед глазами, превратилась в плотную непроницаемую завесу. И все равно, даже ничего не видя вокруг, Олег не оставлял попыток обнаружить хоть какую-нибудь доску, которая бы прилегала неплотно, чтобы ее можно было оторвать от пола. — Борька, держись. Олег не видел, как в сарай зашла крупная собака. Следом за ней внутрь проникли еще три псины. Их круглые глаза остановились на истекающем крови у мужчине, который лежал в окружении собственных внутренностей и из последних сил пытался добраться до сына. Старик остановился у лестницы, выжидательно глядя на Евгения. Он выглядел совершенно спокойно, будто не к нему пробрались трое вооруженных неизвестных в масках, будто не на его участке в перепачканной собачьим дерьмом траве лежал обглоданный скелет человека. Будто не ему только что отстрелили руку по локоть, и он медленно истекает кровью. Он производил впечатление человека, который просто вышел подышать воздухом перед сном и полюбоваться на Луну. — Вот только дождется, когда она выглянет из-за облаков и… — Дети на чердаке? — задыхаясь, спросил Евгений. — Пистолет, позаимствованный у бывшего участкового, дергался и трясся в руках, как извивающийся змея. — Да? — Иди и забери их, — ровно ответил Корнеев. — Что ты сделал с ними? Тонкие губы старика разъехались в ухмылке, как незаживающие раны. Я и пальцем их не тронул. Евгений искоса посмотрел на Павла Сергеевича, задержав взгляд на его забинтованные шеи и пластыри, которым была заклеена щека. — Я не верю тебе, старик. — А мне плевать, — фыркал Корнеев. — Думаешь, меня волнует твое мнение? — У меня пистолет. — Хрипло напомнил Евгений, будто хозяин домовладения мог забыть об этом неиспоримом преимуществе. — Веди меня к детям. — Лезь, — махнул здоровой рукой Павел Сергеевич. — А не там. — Не пойдет, — покачал головой Евгений. — Ты первый. Старик сощурился. — Боишься, дачник? Евгений плюнул в него, попав на грязный ботинок. — Это ты должен бояться. Корнеев хихикнул и неуклюже взмахнув кровоточащей культей полез наверх. — Ты вообще ничего не боишься? — закричал ему вслед Евгений. Он наступил на первую перекладину, чувствуя, как его ноги наливаются свинцом. — Ты такой крутой, да? Кого ты убил у себя на участке? Мы видели труп. — Меня никого не убивал. Он сам убил себя, выпивкой и никчемной жизнью. — Ты совсем ничего не понимаешь? Ты закончишь жизнь в тюрьме или в дурдоме за убийство и похищение наших детей? — продолжал орать Евгений. Старик обернулся. — Я не боюсь, сюда на земле. А вот высший суд никого из нас не обойдет стороной. — И еще вопрос, дачник. Кто из нас больше совершил грехов? — Вперед! — рявкнул Евгений. Он быстро слабел. Силы неумолимо покидали мужчину, казалось, ступеньки лестницы были вымазаны клеем, и каждый раз отрывать ноги от перекладин было все труднее и труднее. Жизнь из его угасающего тела словно выдавливалась огромной невидимой рукой, как тюбик с пастой. Ему казалось, что еще немного, и от него останется лишь пустая оболочка, вроде наволочки от подушки. Перекладины были заляпаны кровью старика, и Евгений, испачкав ладонь, машинально вытер руку об штаны. Наверху пахло пылью и старыми вещами. За навальным хламом и старыми досками виднелось небольшое отверстие в стене, что-то вроде люка. — Где они? — скрипнул зубами Евгений. — Там? Он ткнул пистолетом, и старик со смиренным видом кивнул. — Они без спроса залезли ко мне на участок, и я просто запер их наверху, — счел своим долгом пояснить он. — Ты чертов псих! — вырвалось у Евгения. Павел Сергеевич скорбно наклонил голову, слонаприори готовясь принять любое обвинение, пусть и несоразмерно тяжкое по сравнению с совершенным им проступком. — Давай лезь. — Думал, я тебя тут оставлю? — сверкнул глазами Евгений, и Корнеев безропотно пополз к распахнутой дверце. Евгений кряхтя от напряжения и слабости полез следом. — Ты чего остановился? — спросил он подозрительно, видя, что старик замер у люка. — Там твои дети, — мягко сказал Павел Сергеевич. — Вот и забирай их сам. — Только после тебя. — Корнеев пожал плечами. — Как скажешь. Протискиваясь внутрь, Евгений задел об дверцу рукоятку торчащего из тела ножа и взвыл от боли. Перед глазами поплыли ярко-оранжевые круги. — Почему? — Почему я ничего не слышу? — прохрипел он, когда боль немного утихла. Евгений вертел головой по сторонам, пытаясь что-то разглядеть. — Где они? — Я не вижу, не слышу их. — Свет фонарика наткнулся на аккуратно застеленную кровать и небольшой столик, на котором стояла ваза с цветами. Рядом с вазой стояла заключенная в золотистую рамку фотография, на которой были изображены улыбающаяся девушка в обнимку с молодым человеком. Помимо этого на столе лежала изящная розовая коробочка. Даже не открывая ее, Евгений готов был поспорить, что там обручальные кольца. Стены чердака были украшены разноцветными шарами, часть из них давно сдулась, свисая вниз, словно использованные презервативы, некоторые еще не выдохлись. Под ногами что-то зашелестело, и, посветив вниз, Евгений увидел сухую траву в перемешку с еловыми ветками. Он повернулся к старику. С его медленно бледного лица градом катился пот. — Где дети? — Наверное, они спят, — предположил старик. За спиной что-то звякнуло, а затем послышался жалобный вздох. Евгений медленно повернулся, трясущаяся рука с фонариком вытянула в сторону звука. В углу чердачного помещения темнел закуток, плотно завешанный черным полиэтиленом, издали напоминающую самодельную душевую кабину. Оттуда и доносились странные звуки. — Что? Что ты с ними сделала, сумасшедший ублюдок? — прошептал Евгений. Лязгающий звук возобновился. Словно что-то медленно покачивалось на цепях. Что-то тяжелое. Например, человеческое тело пронеслось в мозгу Евгения, и его обдало ледяным холодом. — И-и-и, и-и-и, — послушал стихоем. — Ну что ты, застыл, как столб. Сделанным участием осведомился Павел Сергеевич. — Иди, дачник, обними своего сына. — Почему, почему там так мало места? — беспомощно спросил Евгений. — Там… Он глубоко вздохнул, будто пытаясь выиграть время, чтобы озвучить пугавшую его мысль. — Там слишком мало места для пятерых. — Для пятерых детей. Бряцающий звук цепей стал более отчетливым. Он был равномерно монотонным, словно кто-то за полиэтиленом раскачивался на качелях. — И-и-и, и-и-и… — Кто? — Кто там? — выдохнул Евгений. — Иди и посмотри, — посоветовал старик. — Тебя ждут. — Очень ждут. Отец Николая, как загипнотизированный, смотрел в угол. Жалобные всхлипы переросли в хныкни. Мужчина шаркнул вперед. — Там не может быть пятеро ребят. — Слышите меня? — Кто там? — Коля? — Леночка? — Эй, дачник! — тихо позвал его старик. Евгений развернулся. Его руку, которую он сжимал пистолет, цепко обхватили пальцы Корнеева, сжав, словно клещи. — Туда надо идти без оружия, — проникновенно сказал он, не сводя своих безумных глаз с мужчины. Выстрелить отец Николай не успел, так как в следующем мгновении старик силой ударил головой ему в лицо. Перед глазами Евгения брызнули сверкающие сполохи. В голове что-то с шумом взорвалось, как новогодняя хлопушка, и он, потеряв равновесие, свалился на пол. Старик быстро подобрал выпавший из руки мужчины пистолет. — Опа-опа, журавли летели! — с сожалением покачал он головой. Кто-то ёбнул по затылку, валенки слетели. С этими словами Корнеев попятился назад, к выходу. — Эй, эй, нет! — дребезжащим голосом проговорил Евгений. Из разбитого носа текла кровь, заливая губы и подбородок. — Приятного вечера! — улыбнулся Павел Сергеевич и через секунду скрылся в отверстии. Тяжело хлопнула металлическая дверца, раздался щелчок, после чего всё стихло. Всё, кроме покачивания цепей и тонкого жалобного хныканья. Субтитры создавал DimaTorzok